и всем добрый вечер с вами си джи спик си джи стрим ваши постоянные ведущие алексей мельников алиса хуснудинова сегодня с нами и замечательный прекрасный павел медведев гуру по 3d всем привет мне нравится этот настрой я могу себя сделать больше чтобы занимать большее пространство вашем мире лег можешь сделать так как тебе больше нравится ребята если вы хотите больше паша в кадре большую часть экрана камеру подальше отодвинуть просто то есть на камеру и тогда на стрим наберет каких-нибудь корейских азиатских подписчиков ну ладно будем да не будем растягивать все таки давайте ближе к делу паш расскажи пожалуйста на штандарта в общем то вопрос расскажи пожалуйста как ты стал художником для меня это давай 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 закончим не художник как ты начал работать с блендером тогда вот вообще начнем вот так потому что сегодняшняя тема нашего стрима прекрасно это вот софтина хорошо я боюсь просто говорить любые слова потому что с блендером да и знаешь как я обычно всегда для своих студентов начинаю когда рассказывать про блендер понятное дело всегда начинается вопрос того где блендер взять и я обычно всегда к открываю google пишут блендер понятное дело что первым делом вываливаются алиэкспресс и всякие блендеры куча скоростей куча всякой истории всегда дописаешь так блендер 3d и тогда у тебя появляется эта софтинка и собственно то что я хотел тебя исправить потому что но на самом-то деле да многие люди кто никак не связан с сферой сейджи в большинстве случаев представляют 3d-шников тоже как действительно художников и да и вообще все что хоть как-то связано с графикой подразумевает что ты художник ну например у меня так получилось что я очень рано себя нашел я с 99 года вообще занимаюсь и джин я в этом году отметил 20 лет в апреле как я делаю спецэффекты на самом-то деле то есть я инженер-разработчик спецэффектов исполнительный продюсер даже на самом-то этом я вообще не умею рисовать у меня в плане рисования не то чтобы не из плечей а вообще из какого-то неизвестного места сколько раз я не пытался ну вот не мое но тем не менее то что скажем касается работы с 3d это больше такие работа инженерная . да ты скажем так пытаешься решить какие-то задачи в рамках ограниченных условий потому что допустим все что связано с кино здесь очень серьезные технические ограничения на скажем так правдоподобность и точные физические процессы а то что происходит в играх там точно наоборот надо чтобы было красиво но как оно там сделано главное чтобы максимально легко и это как раз таки очень жесткие штуки которые в любом случае нужно понимать и к этому блин нужно матых как-то хотеть этого расти стремиться и это опять же это в большинстве случаев не художественные навыки поэтому я повторюсь я к сожалению не художник вообще и собственно как я пришел в блендер тоже история длиной на самом-то деле в 10 а то и в 11 лет потому что как я уже сказал мне повезло я себя нашел очень рано в 99-ом году мне тогда было аж целых 14 лет меня пригласили на рекламное агентство работать я там начал заниматься всякой истории делать какие-то помогать в разработке рекламы заниматься там векторной порезкой параллельно увидел чуваков которые 3d max что-то делали о а чё за штука такая покажи ну и собственно днем школа вечером работа иногда ночью работа и я вот так начал сидеть 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 и первую свою коммерческую работу я не выпустил а точнее я поучаствовал в работе достаточно интересно не будем сейчас мой портфолио рассматривать кому интересно где-то в личке найдете и спросите я выпустил в 2002 году и с тех пор собственно я занимаюсь исключительно видео продакшеном но при этом опять же с точки зрения не видеосъемки а как раз таки пост обработки создание эффектов и прочее 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 истории и до 2009 года я работал исключительно в 3d max с 3d max он конечно же там были еще соседние софтины был уже и real flow тогда появился мы им очень активно пользовались синема тогда уже тоже более-менее себя неплохо чувствовал какие-то задачи в ней решали но где-то так вот ближе к 2009 году я столкнулся с проблемой что мне нужно было смешать две жижи классическая задача для рекламы у тебя есть шоколад и у тебя есть молоко вот они когда льются они должны прям как-то равномерно смешиваться и на тот момент ни одним из инструментов которые я знал я это решить не мог я знал уже тогда про то что есть блендер я его даже пару раз открывал но так случилось что на просторах интернета появился товарищ который тогда работал в славной студии n7 который придумал фичу как это можно собственно реализовать и как раз таки средствами блендера блин какая клёвая прога над потыкать и вот с этого началось причем началось так что ну может мне опять же повезло потому что метод за плечами скажем так 22 инженерных образования плюс большие большой опыт программирования что когда я его открыл я как-то его сразу понял да собственно самом деле и макс то не был такой большой проблемой но вот блендер прям вот вообще оказался прям понятен и на самом-то деле это очень замечательная программа особенно если вы в ней никогда не работали то тот кайф который вы можете испытать изучая блендер он просто неописуем потому что это самая логичная из всех представленных на рынке сейчас программ то есть все его ходки они настолько просты что в принципе их учить не нужно и он изначально учит на приработать только ход кейми на то есть он позволяет тебе оптимизировать свою работу ускорять эту работу и самое главное же говорю и его в принципе не нужно учить то есть но какие-то там основные нюансики какие-то фичи ты со временем открываешь ли вы обрастаешь мясом и скилами но собственно как бы про это и наш сегодняшний разговор как раз таки про блендер в чем его плюсы минусы да и наверное про минусы таки мы не будем сегодня говорить будем только про плюсы хорошо тогда я сразу слету второй наш классический вопрос который немножко видоизменился со временем скажи пожалуйста ты 20 лет в индустрии то есть вот просто это вау фактор определенный и уже часто мы сталкиваемся с тем что чем дольше люди находятся в индустрии тем скорее что они начали начинают что-то преподавать как ты начал преподавать и почему у это тоже это история наверное еще большей длины свое время существовал там не существует до сих пор очень хороший ресурс посвященный спецэффектам назывался он и club до сих пор существует и в рамках этого как сейчас правильно принято говорить комьюнити мы росли развивались вместе учились и в какой-то момент мы начали устраивать то конкурсы по записи каких-то туторчиков то переводить разных ребят и как-то для того чтобы поддержать местное население я тоже естественно начал участвовать в этих конкурсах плюс параллельно мне пришлось свое время даже преподавать от лица компании адоб и все это в принципе закрутилось и завертелось в диапазоне где-то 2005 2006 год и собственно первых своих студентов как раз таки я выпустил в 2006 то есть сам тогда еще принципе но я сейчас понимаю трезво на что я тогда еще был никем в принципе ничего не мог но тем не менее как оказалось что у меня неплохо получается именно объяснять людям как софт работает по причине того что я просто понимаю как он работает в меру навыков которые у меня были до и и вот с тех пор то есть где-то вот года с 2005 2006 я параллельно преподаю то есть на самом-то деле у меня это сложилось не так что я пришел к преподаванию как какому-то апогею это скорее именно вот была параллельная дорога которая как оказалось мне тоже интересно и поэтому я все это время в ней тоже развивался контратег хорошо супер мы с тобой договорились до стрима что мы начнем разбираться в блендере буквально таки самых основ то есть для нубасиков условно говоря от нубасиков до уже более какого-то более-менее продвинутого уровня что же прошу пожалуйста начинай супер спасибо собственно да еще раз всем привет кто нас смотрит кто нас слушает добро пожаловать в мир блендера шутки конечно все это блендер на самом-то деле как и любая другая 3d сортина ничем не лучше и не хуже всех остальных и я на самом-то деле призываю всех ни в коем случае никогда не сражаться не драться и не настаивать на том что какая-то программа круче чем какая-то другая в каждой проге есть свои плюсы есть свои минусы и я думаю как любой человек с большим опытом если они дай бог нажму кнопку пуск то там окажется что программ в которых ты работаешь после того чтобы решать повседневные задачи просто тьма тьмущая и там стоит по-любому и майка и макс и синема и блендер иногда даже обязательно и катана стоит иногда даже light wave и так далее и блендер опять же в моем случае для меня сейчас уже стал основным инструментом и большую часть всех своих задач через шея решаю именно в блендере и поэтому я постараюсь конечно же вам рассказать о блендере так чтобы вам как минимум захотелось его изучать если вы никогда этого не делали и даже если вы уже знаете что-то о блендере я надеюсь что я смогу вам показать какие-то штуки которые возможно вы совершенно случайно не тыкали раньше хотя если вы работаете в блендере наверное больше хотя бы лет 5-6 есть шанс что я ничего нового вам не расскажу но я постараюсь и так в двух словах про то что такое блендер блендер это open source ный хотелось бы сказать 3d редактор но к сожалению или к счастью нет это такой комбайн который в принципе умеет вообще все что связано с задачами для создания сиджи то есть эта штукенция в которой есть уйма редакторов то есть здесь есть свои отдельные видеоредакторы фоторедакторы композитинг софты инструменты для анимации программирования моделирования симуляции и всего чего вообще так можно представить у меня даже в жизни были проекты которые я решал не выходя за пределы блендера причем это были про именно выездные проекты как точно за что летишь в другую страну и ты не можешь собой взять откровенно какой-нибудь там не совсем местами допустим лицензионный софт были такие нюансы в свое время на заре далеких двухтысячных когда мы не все могли себе позволить поэтому вот такие моменты блендер прямо на самом деле очень хорошо спасает когда ты можешь взять его на флешку сейчас он весит 200 мегабайт раньше он весел вообще 20 и в принципе тоже бог практически все и попробуй что-то сделать поэтому в меру того что это убер штука меру того что она бесплатная меру того что нас открытым исходным кодом и соответственно любой желающим может это механизм установить открыть распаковать и написать к нему все что угодно блендер очень скажем так дружелюбен для новых людей которые в него приходят это то с чего любом случае стоит начать что если вы пойдете например google яндекс или еще куда-то и просто напишите что-нибудь типа уроки по блендеру или blender tutorials то пожалуй это будет наверное бездонная пропасть туториалов потому что больше чем под блендер наверное не под что-то туториалов нет опять же из-за того что это супер простой на самом-то деле но очень мощный механизм легкий в освоении и большая часть любит его как раз таки за то что он бесплатен и просто и доступен поэтому если вдруг соберетесь осваивать блендер поверьте без поддержки вы не останетесь это факт и так соответственно с чего бы хотелось начать поскольку у нас был и были ряд каких-то вопросов до того как мы начнем наш сегодняшний стрим я на некоторые из них сразу постараюсь ответить и зайти вот этой стороны то есть начнут сначала так для ребят которые уже чет чет знают чет понимают и вообще знакомы хоть как-то с 3d для начала я думаю многие знают что сейчас готовится очередное обновление блендера который называется blender 2.8 вообще даже про это стоит наверное поговорить отдельно давайте в двух словах вам покажу какая-то штука работает есть замечательный оригинальный сайт blender blender.org здесь есть кнопочка download и на самом-то деле здесь еще есть раздел go experimental и даже если мы отсюда нажмем download мы можем скачать под любую из операционных систем либо перейти вот собственно на страницу загрузки так называемых ночных билдов или дейли билдов это версии блендера которые компилятся каждый день то есть на самом-то деле процесс работы над блендером идет постоянно и он обновляется каждый день то есть не бывает такого что принципе вот трассы чуть-чуть там не выкатили поэтому кстати у многих стоит какое-то количество блендера то есть можете заметить что у меня их тоже стоит аж раз два три четыре пять пять разных билдов потому что какие-то из них стабильные длинная поддержка и какие-то из них экспериментальные какие-то из них обладают инструментами написанными вообще сторонними ребятами и вся эта штука позволяет расти развиваться и делать какие-то задачи так вот ближайшее время у нас готовится выход блендера 2.8 это вообще глобально другая веха это не вот эти дневные обновления это отдельно новое и про это сейчас конечно уже очень много песен спета и моими коллегами местами не другами но все говорят про то что вот 2.8 это вообще революция в индустрии и на самом-то деле я во многом с ними соглашусь потому что 2.8 да и супер мега штука туда очень много всего пилится но сейчас 2.8 это все-таки пока еще бета и соответственно многие инструменты там пока еще не так хорошо работают поэтому сейчас сломя голову ломиться например тот же самый блендер не стоит но у 2.8 прежде всего есть как минимум два самых таких приятных обновления которые скорее всего будут интересны всем кто хочет или посматривает хотя бы искоса в сторону блендера первое сейчас блендер заточен прежде всего под ребят которые мигрируют из других программ то есть если вы уже работали хоть где-то там с 3d скорее всего новый блендер вам будет уже прям намного более приятен и понятен чем предыдущие версии предыдущие все-таки были больше рассчитаны на то что вас заводят за ручку и показывает смотри вот это блендер знакомься вот здесь можно сюда нажать здесь сюда и у тебя что начинает получаться 2.8 уже больше похож на все стандартные программы и соответственно если вы хоть как-то 3d вы можете здесь понять что ну да вот если кубик передвинуть здесь есть манипуляторы можно там гизма взять куда-то потаскать там и так далее соответственно это сейчас заметно снижает порог вхождения вообще в блендер но я повторюсь 2.8 пока еще находится в разработке и многие фичи пока могут не работать либо вести себя не очень хорошо но тем не менее можно его уже сходить потыкать второе немаловажно что появилось в блендере 2.8 это новый рендер энджин который называется иви это real-time рендер энджин причем можно его назвать как угодно но по большому счету это примерно то же самое что у нас с вами есть например в 3d кофте сабстансе сам к викс или анриал энджине unity то есть это просто real-time а вы рендер движок такой же как во всех игровых движках и в этом принципе его и плюс и наверное с одной стороны минус но какие плюсы и минусы есть у real-time рендер движков я думаю вы можете легко узнать опять же спросим угла и просто углубиться в эти проблемы я вам постараюсь опять же сегодня все таки показать на уровне механизмов как эти штуки можно использовать и чё с этим можно делать я буду сегодня скакать между разными версиями я буду все время переключаться то в 2.8 то в 2.79 просто для того чтобы чуть проще можно было показывать инструменты которые например и пока еще находятся в разработке так вот для 2.79 например стандартным является рендер движок который называется cycles 279 вот он выбирается сверху в 2.8 вот здесь право выбирать здесь можно выбрать или workbench и cycles чуть такое cycles это как раз таки рей трейсинговый рендер движок перед которым стоит основная задача имитировать физически точные процессы происходящие например со светом в окружающем нас мире и соответственно тут максимально точно рендерить перед ими повторюсь задача стоит другая в 2.79 и вине было вообще и в помине здесь есть бленда рендер который в принципе делает примерно то же самое что и cycles и вопрос звучал так а как вообще блендер вот несмотря на то что у него сразу уже есть свои мешки относится к сторонним рендер движка то есть можно ли чего-нибудь сюда в него сторонние подключать и из своего опыта могу точно сказать что как минимум к блендеру я подключал и работал с рендерманом v-ray октаном и и и и и и вот насчет redshift а сейчас эти смотря прям подзабыл не помню то ли я пробрасывал в redshift через какую-то отдельную софтину то ли все-таки есть какой-то мост флоп но даже если вдруг получилось так что никаких инструментов для проброса в тот или иной рендер движок нет учитывая что блендер опенсорсный я думаю если это станет прям актуальной задачей можно очень легко решить потому что на самом-то деле любой рендер движок это достаточно независимая штукенция куда можно просто скармливать все что угодно с правильными настройками материалов и она будет рендерить поэтому дружелюбен да можно прикрутить почти все угодно если у вас есть руки мозги или друзья которые могут что-то там на python и покой окей и так последнее время я очень часто общаясь с разными людьми из всякие новые туториалы обзоры и прочее время говорю одно и то же уже лет шесть как есть эта штука уже лет 7 как есть то есть на самом-то деле еще в момент выхода блендера 25 это был 2011 год можно сказать что он произвел революцию в индустрии и давайте начнем с того что сто процентов вы встречали наверно во всех современных программах но вот он дросси появилась уже очень давно и очень хорошо работает соответственно основные режимы интерфейса доступны для любых программ то есть у нас есть как минимум режимы отображения объектов в виде так называемых bounding боксов когда мы просто видим габариты объектов упрощенный режим wireframe то есть из чего объект состоит его сетка solid то есть его поверхности текстуры свойства материалов и режим render то есть это режим рендеринга viewport а когда я могу действительно уже прям видеть то как у меня здесь в сцене например будет распределяться свет и я могу понимать как у меня вообще эта штука работает то есть можно источники света расставляет все это расставлять со всем этим работать и все это происходит в реал тайме но я повторюсь опять же это достаточно старая на самом деле уже технология и это ray traced рендер механизм то есть эта штука работает в вьюпорте но она таки отнимает время несмотря на то что сейчас это принято почему-то называть реал таймом это все-таки не реал тайм это просто в режим предпросмотра вашего рендеринга во вьюпорте но это полноценный физически точный физически корректный рендеринг это сайкл сейчас в 2.8 есть все то же самое и даже если мы находимся вы здесь на самом-то деле немножечко приятней обновили интерфейс и добавили фичи которых раньше не было и которых но очень не хватает во многих других программах во первых теперь кнопочки переключения интерфейса здесь убрали вот сюда вот справа то есть они прям есть в самом вьюпорте я не здесь глаз глаза мозолят это точно знаешь куда наступать здесь точно также есть режим сетки когда мы видим сетку объекта но она кстати выглядит очень клёво потому что теперь грани которые находятся дальше они или тоньше то есть всегда очень понятно видно объем объекта можно точно даже глядя на сетку объекта сказать где у нас какие грани находятся где передняя сторона где задняя сторона дальше шейдет режим то есть такой же как был здесь уже этот режим а на самом-то деле появилось очень много приятных нюансов и давайте я вам про них расскажу во вкладочке шейдинг то есть здесь же вот под настройками давайте я чуть-чуть все это дело отодвину шейдинг у нас есть настройки самого вьюпорта того чем мы хотим видеть и здесь есть первое несколько вариантов самого отображения flat shading когда мы просто видим контуры объектов это на самом-то деле например для гимдева вообще вот такая штука когда ты можешь действительно посмотреть на контуры своего объекта и понять хватает ли тебе этой детализации чтобы передать формы объекта studio это исключительно режим предпросмотра где мы можем выбрать разные варианты освещения их можно отдельно настраивать здесь есть отдельные настройки все это можно поменять где каким светом что должен светить не проблема этим тоже думаю никого не уделить не удивишь но в этом режиме уже начинает работать одна очень интересная штука первых можно включить отображение всей сцены в один материал это слава богу тоже понятно можно включить в независимые материалы можно включить в свойствах самого объекта отдельные цвета и видеть конкретные цвета этого объекта но самое клевое чего мне не знаю не хватает практически везде это рандомизация цвета и работает это очень круто потому что каждый объект который будет у вас присутствовать в сцене он сразу будет обладать новым цветом то есть если у меня появляется как это объектец и я начинаю там допустим у него на поверхности что-то моделировать допустим там не знаю собрался ему как странные штуки делать то я точно всегда вижу что является отдельным объектом и это безумно удобно потому что когда мы например моделем какие-то комплексные объекты практически всегда нужно действительно понимать а это вообще часть существующего мэша или это отдельные объекты вот такая фича которая как по мне прям очень хорошо упрощает рабочий процесс ну и текстур то есть отображение текстур и вот отлично бета у нас как раз таки сказала и кнопку текстур пока лучше не нажимай окей текс на чем остановились на куча обезьян цвета был plain плане обезьяна мамки и и xx и xx окей дальше пошли по приятным обновлениям самого интерфейса то что может быть интересно художником это отдельная вкладка которая называется матка соответственно маткапов существует множество и все они легко редактируем и причем редактируем и через photoshop или любой другой графический редактор можно в самом блендере тоже кстати их отредактировать здесь все маткапы пожалуй достаточно стандартные вы многие из них наверняка встречали в других программах они просто заточены по то чтобы вам опять же лучше было видно рельеф но что есть забавного уже сейчас для например художник здесь есть маткап который называется тум 0 картун то есть с этим маткапом очень легко загонять сюда любые объекты любые референсы выставлять на них скажем такой мультяшный шейдинг и сразу готовить эту штуку под отрисовку и ну как по мне это прям тоже очень клёвая штука жалко что я не придумали раньше то есть многие мои студенты кто хоть как-то там рисует частенько ходят сюда создают здесь объекты получать себе вот эти контуры там принт-скрин хотя бы например и потом это делать отрисовывать очень полезная штукенция текст дальше что у нас еще здесь есть полезного внутри маткапа настройки рендеринга view порта в остальном здесь достаточно понятны единственное из приятного есть отображение кэвити такая штука которая помогает нам например видеть скажем так искривление поверхности видеть какие-то нюансы рельефа при этом с определенными нюансами она может смотреться какая-то контурная обводка с другими нюансами например сейчас я четко вижу где у меня меш гнется то есть она становится черной местами белой то есть все это здесь очень хорошо помогает нам видеть рельеф объекта который мы вообще изготавливаем дальше depth of field аутлайн позволяет собственно контуры генерить для объектов все опять же настройки view порта четко у вас вверх невероятно дальше появилась очень клевая штука которой не было тоже вот раньше раньше были режимы предпросмотра материалов и рендер сейчас добавили второй режим вот такой давай вот чуть за штука такая на самом деле это очень клевая комната которая позволяет нам скажем так в упрощенном виде смотреть на объект но уже с какими-то настройками рендеринга у меня нет другого сравнения кроме как того что вот именно так пример на двери 3d код то есть когда мы в живую прям сразу видим нанесение отражение на объекты можем понимать как он выглядит соответственно здесь настроек на порядок меньше мы можем просто оборота выражать источники света которые у нас есть отображать окружающий мир который мы можем настроить в настройках материалов либо какую-то заготовку окружающего мира то есть можно выбирать все что угодно и при этом в этом режиме намного проще сразу видеть как у нас будет выглядеть материал то есть уже сейчас мы можем чем там объекту покрутить и даже во вьюпорте еще даже не выполняя какой-нибудь там более-менее сложный процесс рендеринга видеть как работает материал то есть как работают текстуры которые мы сюда наносим связаны например там с шероховостью рельефом или еще чем-то и это прям очень хорошо ускоряет рабочий процесс вообще наверное стоит сказать что самая сильная сторона блендера это как раз таки ускорение рабочего процесса и если вы никогда не моделировали блендере я вам крайне рекомендую это попробовать понятное дело что вас скорее всего будет первые две недели более пока вы приловчитесь просто к хотке но как только вы приловчитесь мы потом если вернетесь в свою программу просто будете пытаться сделать то же самое в этой программе и поставить какие-то функции похожие на блендерос то есть в этом плане он конечно очень хорошо все реализовал ну и собственно последний режим интерфейса это режим рендеринга это то же самое как у нас было в соседнем окошке здесь все осталось по-прежнему вот плюс 2.8 сейчас уже сразу заточен на художников и раньше была одна очень интересная особенность что все объекты выделялись правой кнопкой мыши теперь левой кнопкой мыши то есть теперь можно тыкать так везде это связано с тем что блендер сейчас все таки еще и целится прежде всего на художников работающих с графическими планшетами а там соответственно нажимать правую кнопку мыши который придется нажимать постоянно чтобы выделять объекты крайне проблематично поэтому собственно и есть все функции все все вынесено теперь уже в viewport здесь можно потыкать любые инструменты как в любой другой программе окей но да кстати у опытных пользователей блендера от этого почему-то бомбит так верните все как было было же так хорошо то есть выключи в интерфейсе кнопки и работай как хотят так вот на данном этапе с настройками рендеринга тоже есть парочка своих нюансов которые я очень часто показываю своим студентам и если вдруг вы о них не знаете я вам сейчас их покажу что это такое во первых для работы с вьюпортом есть очень простой режим вызывается кнопочка control b для того чтобы мы могли ограничить рабочую область в которой мы будем выполнять рендеринг причем то есть можно обычно в работе ты как делаешь ты здесь моделишь обвелся какую-то область здесь чуть моделишь моделишь надо посмотреть как материал выглядит и подсунул подсмотрел двинул дальше работаешь то есть это позволяет как бы оптимизировать какую-то часть всех процессов и при этом не выходить из режима рендеринг это control b control b эту штуку выключает это вроде бы мелочи но эти мелочи очень хорошо проявляются когда мы с вами будем рендерить какие-то например комплексные сцены и работает это следующим образом то есть если я сейчас рендер ну например какую-то картинку ну допустим у меня рендернулась какая-то обезьянка с двумя как источниками света и вдруг у меня случилась какая-то проблема что мне нужно сюда например добавить еще одну обезьяну то на самом-то деле для того чтобы получить этот кадр более-менее адекватно мне придется заново рендерить и и что можно сделать здесь как раз таки с вот этим инструментом control b то есть если у нас появится например какая-то вторая обезьяна мы можем только какую-то часть нашего вьюпорта обвести вот это вот control бешечкой рендернуть картинку еще раз и соответственно мы рендернем а только эту часть б она по дефолту будет вписана в разрешение картинки которую мы рендерили соответственно если мы предыдущую сохранили сохранили эту наложили сверху и у нас все готово то есть такая типа заплаточка которую можно очень активно юзать для того чтобы просто не перерендеривать картинки целиком а просто по участкам их выгонять но такие же такие штуки есть на самом деле почти во всех программах но вот тут она так очень интересно как по мне проявляется и как говорится очень много лет ну да ладно сразу давайте оговорюсь по поводу некоторых нюансов и некоторых ход киев которые работают в пленте во первых все ход киев блендера абсолютно просты и логика у них следующая если вам нужно вызвать какую-то функцию то скорее всего ход киев для этой функции будет кнопка на клавиатуре то есть буква с которой эта функция вообще начинается то есть буква с которой начинается название этой функции но понятное дело что может быть такое что какие-то буквы могут быть уже заняты каким-то другими функциями например смотрите в блендере 279 кнопка эй это сэлэк ол или деселэк ол то есть ол и если я хочу добавить новый объект ну окей добавить эд но на эй уже ол дальше логика следующая если функция положительная то ее ход киев скорее все будет еще содержать или control или shift то есть может содержать или control или shift а вот если функция отрицательная тогда альт давайте я покажу пару нюансов исключительно для тех кто возможно никогда с блендером не сталкивался например то есть добавить новый объект shift и и и было одном shift и положительная функция добавить и вот у меня кубик соответственно у меня всегда на лету работает числовой вот на работе следующим образом нужно объект подвинуть куда-нибудь например сделать больше например я хочу сделать больше по оси z два раза соответственно с это скил то есть режим скейла по оси z z по оси z 2 2 окей enter все то есть я сделал объект в два раза больше хочу его вдоль оси например y повернуть на 45 градусов отлично r y 45 все то есть в этом плане сама по себе механика управления совершения более-менее точных действий в ландер оси прямо вот 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 вообще замечательно на самом-то деле у него есть всего шесть киев которые нелогичны и то они нелогичны только из-за того что так было удобнее для того чтобы ускорить вашу работу например если я хочу объект переместить то по привычке с другой программой можно взять за одну и стрелочку гизма и потянуть куда-нибудь этот объект но глобально бандерос изначально опять же учит нет тыкать мышкой какие-то части делать все сходки и хотелось бы тоже так же для ротейта или для скил а просто напросто включить режим перемещения соответственно по логике перемещения там м нет а муф тулер транслейт и эта панель очка слева то есть тул шелф тубар окей все идеи заканчивается это пожалуй первый ход кей который нужно запомнить эта кнопка джи от слова потому что ее очень легко опять же нажимать она вот рядышком слева на клавиатурке находится и и очень удобно часто можно нажимать ну и дальше все то же самое джи игрек 10 например джи игрек 10 улетел куда-то так вот по поводу обратных функций то есть в любой момент я всегда могу нажать ту же самую функцию с альтом и это приведет соответственно к или к обратному действую или какой-то отрицательной функции то есть например если я нажму альтер я я отменю все вращения объекта соответственно альджи все перемещения альт с все скейлы объекта то есть все что я ему там до этого надел я могу просто взять и отменить и не нужно как бы никуда не в какие менюшки ходить ни о чем думать логика всех вот такие вот такая итак из полезных нюансов которые могут у нас быть давайте кое-чего еще покажу потому что на основе как раз таки работы с ограничением в порта есть одна очень полезная штукенция допустим есть у меня какой-то сложный комплексный объект и я хочу какую-то часть этого объекта изолировать обычно программах это как работает что ты берешь действительно какой-то объект и изолируешь только его либо берешь какую-то часть меша и изолируешь только ее здесь есть очень прикольная штука которая называется изоляция в порта ходки альт б работает вот так я могу обвести какую-то часть того чего вижу и я буду видеть только это но самое забавное что она работает насквозь то есть я теперь всегда могу здесь с любой частью работать и это опять же позволяет очень хорошо оптимизировать сложные сцены и работать с конкретными участками для например тех же самых ребят которые работают с архитектурой или еще чем-то альт б опять же эту штуку отменять можно всегда там поставить допустим видно свой домик или этаж сбоку жмакнуть альт б обрезать ровно половину и ковыряться настраивать что там внутри есть то есть это такая именно маска по вью порту которая ну вот прям вообще как по мне очень хорошо упрощает рабочий процесс особенно если сцена тяжелая то есть обычно если у меня есть какая-то здоровая сцена и мне нужно ее как-то вертеть да я просто альт б вот так вот по камере ограничиваю остается только то что я вижу остальное все куда-то исчезает и я вообще не вижу не трогаю она мне не мешает вот достаточно простая фича собственно дальше то чего тоже все ждут и почему-то очень много песен спета про это непосредственно в 2.8 это так называемый grace pencil штукенция который на самом-то деле работает уже очень много лет это такая ну скажем так по аналогии с другими программами это инструмент для создания аннотации то есть штучка которой можно что-то там помечать рисовать отличительной и приятной фичой блендера является то что вот эти вот элементы grace pencil они всегда трехмерные и самое приятное что их можно по-разному использовать для создания например эскизов набросков или даже создания геометрии смотрите слева у меня есть tool shelf вот в этом tool shelf у меня здесь тьма тьмущая всяких там вкладочек но они у нас появляются по мере того как мы добавляем какие-то аддоны доставляем какие-то функции или еще что-то по умолчанию здесь всегда есть tools меню create чтобы если вдруг вам больше нравится лазить по интерфейсу а не хотки нажимать могли что-то там создать вкладочка parent of отношений анимация физика и вот есть вкладочка соответственно здесь есть очень простые настройки не нужно пока совсем во все них упарываться но то что чаще всего юзается это режим курсора и режим что это такое давайте сразу покажу допустим как обычно я работаю если мне нужно какую-то сцену создать я могу делать себе например какой-то сделать ему там какой-то примерный рельеф для того чтобы просто себе скажем задать глубину дальше когда у меня стоит режим курсора в блендере есть такая штука которая называется 3d курсор в 2.79 вот как раз таки по левой кнопке мыши перемещается именно она это точка пространстве в которой будут создаваться новые объекты то есть всегда можно указать точку где нужен новый объект основной фичой вот этой этого 3d курсора является то что его можно снять и то что он всегда по умолчанию по проекции клеится на поверхность любого объекта то есть если у меня есть какая-то поверхность я всегда могу на нее жмакнуть и новый объект у меня появится всегда здесь на поверхности так вот если для грис пенсила у нас будет выбран в голове путаются теперь 2.8 и 2.79 половина наших зрителей должна была не просто навострить уши а должна была такая это тот самый грис пенсил это тот самый грис пенсил да причем я сейчас смотрите я специально это даже показывают версии 2.79 то есть я даже сейчас не ухожу в 2.8 опять же возвращаясь к своему анекдоту да что а это блендере есть уже лет жесть то есть просто покажу действительно в чем сила этого инструмента даже не уходя в будущее которое нас ждет вот буквально через пару месяцев и так все кто навострил уши смотрите еще раз курсор о чем это говорит что сейчас все что я буду рисовать с помощью грейс пенсила будет всегда появляться в тех же координатах где находится 3d курсор но эти координаты будут считаться от того как я смотрю то есть например если я допустим буду сейчас смотреть вот так вот ровненько можно взять инструмент draw из это типа сглажное рисование line кривая или поле какая-то типа ломаная кривая либо можно всегда нажать кнопку d и у вас сразу включится режим draw режим рисования где бы не находились то есть вот сейчас у меня курсор вот там я зажимаю кнопку d например там не знаю накидал какую-то штуку типа не знаю хочу вот это у меня будет какая-то потому что камень хорошо дальше d ну тут у меня например какая-нибудь там скала будет там еще какой-то типа камушек будет там сюда какую-нибудь фигню поставил курсор в другое место то есть просто клик левой кнопкой мыши окей там не знаю солнечко дурацкая облачка повторюсь я аж вообще рисовать это не ко мне поэтому grace pencil для меня это прежде всего инструмент наброска где я просто могу обозначить какие-то элементы можно там это превратить вообще метеорит летящий а не солнышко все так вот будет дальше например ну вот мне нравится чтоб здесь у меня какие-то другие камушки лежали может быть камушек тоже какой-то лежал в какой-то плоскости тут например травку себе хочу тут травку себе хочу тут травку себе хочу тут травку себе хочу ну давайте хоть какую-то площадь из этих травок закидаю для того чтобы вы поняли к чему я веду а веду я к тому что я перемещал и перемещаю сейчас 3d курсор в пространстве а соответственно если я сейчас просто поменяю вид окажется что вся эта штука у меня в принципе в пространстве нарисовано то есть для подбора какого-то ракурса и положения объектов мне достаточно просто поставить камеру поставить плоскость можно раскидать какие-то примитивы расставлять просто 3d курсор подрисовывать себе какие-то скетчи и я сразу буду получать набросок в пространстве из этого же на самом-то деле вытекает и та штука которую все наверное сейчас прям тоже очень сильно любят и ждут это как раз таки рисование в объеме помощью грейс пенсила для создания каких-то скетчей превьюшек концептов или еще чего-то работает это следующим образом если у меня есть какой-то объектец ну давайте возьмем хотя бы просто кубик просто для начала можно ему как-нибудь форму там чуть-чуть подровнять такой полуутюг и если я сейчас пойду в тот же самый грейс пенсил и поставлю режим например surface то теперь все что я буду рисовать будет всегда проецироваться на поверхность объекта то есть если сейчас я например ну допустим нарисую там здесь колесо здесь колесо с этого ракурса теперь я уже точно вижу где они у меня стоят здесь колесо ну давайте там и и окошечко какое-то там еще окошечко можно каким-то окошечки здесь и здесь да художники конечно на уровне пятого класса а даже хуже наверное в пятом классе видите уже шедевры рисуют там какую-нибудь крышу панорамную типа я могу скрыть этот объект у меня останется непосредственно набросок в пространстве объект будет объемным то есть я могу изначально обладая более-менее прямыми руками и планшетом делать трехмерные заготовки просто из примитивов из каких-то плоскостей и сразу рисовать в объеме и это действительно очень круто очень полезно я знаю очень многих ребят которые на этом экономят уйму времени действительно вот сразу рисуют что-то в объеме делают очень быстро а потом меняют ракурсы очень много кстати разных мультипликационных проектов тоже построено на этой технологии достаточно просто гибко и понятно ну и у самого Грейс Пенсела конечно же у него есть ряд настройки слушай у меня сразу тупейший вопрос вот я как человек который совершенно абсолютный дебил в блендере работаю только в синеме более-менее хоть как-то а как потом вот например ты создал объект при помощи этого как потом его затекстурировать и так далее это вообще возможно или же вот возможно это гипертупой вопрос но все равно еще раз сам по себе Грейс Пенсел по сути является просто какой-то абстрактной линией в пространстве у нее есть свои там настроечки их можно покрутить поковырять я сейчас что-то уже вскользь о них расскажу ничего здесь сложного нет но мы его всегда можем сконвертировать то есть прям здесь же есть кнопочка convert to geometry соответственно я его могу сконвертировать либо в путь например чтоб там пускать по нему какие-то объекты или камеры могу сконвертировать его в кривые либо могу сконвертировать его собственно в полигональные то есть в точки и эджи и потом там ты уже пожалуйста экструдь зашивай фейсами текстурь без разницы вот надеюсь я ответил на твой вопрос вполне да продолжи пожалуйста было интересно собственно возвращаясь к самому грейс пенсел что еще нужно знать про блендер опять же и как можно подготовиться к работе с грейс пенселом если вы ни разу этого не делали в интерфейсе есть две панелечки слева и справа слева это панелечка это у шелф я кстати выключил опять вот она здесь же был вкладка грейс пенсела справа панелечка это панелька навигейшн и здесь в навигейшн есть раздел который называется грейс пенсел и здесь у нас содержатся так называемые слои самого грейс пенсела соответственно отсюда можно ну например понятное дело менять цвета этого грейс пенсела можно создавать новые слои рисовать на новых слоях соответственно менять цвета этим слоям и так далее таким образом можно создавать достаточно большие скажем наборные картинки многоуровневые многоярусные камерой потом там летать в конце концов то есть тут уже как бы кому что ближе кому что понятней кстати для грейс пенсела есть еще такая штука как onion layers единственная она я тут не помню 2.79 через какое место она включается надо скорее всего просто включить режим анимации и у меня это появится ладно это пока не столь важно так вот понятное дело что поскольку это инструмент рисования у него есть разные варианты самих кистей которые могут вообще у него быть давайте сейчас я это удалю новый слой какой-то ну базовая кисть pencil она тоже вот отдельно настраивается у нее толщина есть все это чувствительно к нажатию кстати можно настроить можно там рандомизацию под это дело включить чтобы его там как-то куда-то там чем-то перекручивало слушай у меня есть кошерный вопрос для тупых прям опять же я буду сегодня от лица тупого ты всему этому на курсах на своих учишь ну тому что касается я учу по заказу по заказу что я имею ввиду нет сейчас тоже те руки шести она ничего набрала что я имею ввиду смотри ну это просто козырная фраза кого-то из политиканов тоже издалека это прям такой тоже местный анекдот так вот что я имею ввиду я ввиду группы у меня занимаются много людей они занимаются все параллельно но все приходят с разными задачами перед каждым стоит своя какая-то индивидуальная цель кто приходит да я знаю что 3d есть я хочу научиться он просто учится поглощает в ту инфу которую я даю но если вот например ко мне опять же приходят художники мне нужно научиться 3d для того чтобы стать более крутым художником что для этого есть понятное дело что ему я про это рассказываю даю ему эти инструменты а так вообще то есть я стараюсь прежде всего закрывать задачи студента его проблемы его боли с которыми он пришел то есть если человек про это изначально не знает ему это не нужно то ну есть но это просто скорее будет за ограниченное время поглощения знаний на курсе просто передоз знаний поэтому вот так вот но это так вот в двух словах о том как эта штука работает например в 2.79 то что называется соответственно в 2.8 все это немножечко преобразовалось преобразовалось до того что здесь вот есть тоже режим введения аннотаций он точно так же зажатием кнопки д может быть активирован в любой момент времени точно так же можно рисовать все эти нотатки они точно так же будут трехмерными но сейчас вот именно для художников для тех кто были ингредиент вроде ждать что-то такое очень крутое сделали вообще отдельный режим который можно вызвать если мы хотим создать новый файл можно 2d animation и у нас появится интерфейс и набор инструментов сразу заточены под грис пенсел и отсюда можно прям брать и рисовать даже никаких дополнительных вот киев не нажимает еще сразу будет работать здесь у нас справа будут вот у нас есть все настройки связанные с формой линии кисти заливками цветами давлением и прочей истории но опять же то с чего я начал рассказывать сверх подробно про все это в рамках стрима честно говоря бессмысленно потому что столько песен про все это спета столько туториалов на данный момент даже фришных то честно говоря мне кажется будет еще раз повторение того же что можно просто окей google блендер грис пенсел и те сразу там миллион результатов из отличительного чем отличается грис пенсел от 2.79 это то что ну во-первых да у нее теперь появилось больше настроек у него есть возможность работы с тонкими слоями плюс более того на него еще можно теперь вешать разные модификаторы то есть, его можно там процедурное анимировать например шуметь его какими-нибудь историями, чтобы с ним что-нибудь там происходило. На него еще можно эффекты, постэффекты навешивать. То есть его можно там блюрить с разными настройками, с прочей историей. Плюс появились дополнительные инструменты для создания более сложных. Просто это как раз-таки для меня очень удобно, потому что я же рисую, как не знаю кто. То есть можно, типа, я не взял кривую, можно рисовать какую-то дугу, и эту дугу можно всегда отстроить. Здесь у нас есть... Давайте я вам покажу, кстати, сразу, как эту штуку, если что, вызывать-то в стандартном интерфейсе, потому что, скорее всего, сразу станет вопрос, что вот я запустил 2.8. Да, вот Паша мне показывал, что есть в 2.79 возможность нажать кнопку D и сразу что-то рисовать, а в 2.8 что-то у меня не получается. То есть в 2.8 я нажимаю D, и у меня рисуются аннотации. Это вроде как похоже на Gris Pencil, но что-то не то. Все дело в том, что Blender, как я уже говорил в самом начале, достаточно универсальный комбайн, и в нем есть уйма инструментов. И под каждый инструмент в идеале есть свой интерфейс. И как раз таки, поскольку сейчас Gris Pencil стал отдельным независимым инструментом, получившим отдельный очень большой набор инструментариев, под него тоже есть отдельный интерфейс. Интерфейсы по умолчанию у нас переключаются вот в этом вот окошечке. То есть это интерфейсы именно самого viewport. Это даже не то, что интерфейсы, это режимы viewport. То есть интерфейсы и раскладки интерфейса можно здесь вот внизу, вверху, извините, выбирать. Это уже заготовлены интерфейсы, как везде. Там можно свои создавать. Так вот, что можно отсюда сделать? Если выбран какой-то объект, то здесь будут режимы редактирования этого объекта. Object Mode, Edit Mode, Sculpt, Vertex, Weight и Texture. Ну, Texture Paint, кстати, да, это тоже та штука, из-за которой мне в свое время пришлось удалить 3D-код. Эта штука перекрыла на тот момент все мои нужные в рисовании текстур. Ну, да не суть. На самом деле, перебираю. Все равно котом пользуюсь до сих пор. Хорошая проба. Итак, и так, и так, и так. Если ничего не выбрано, если не выбран ни один из объектов, тогда у нас есть возможность запустить Grease Pencil, но нет возможности, кстати, перемещения 3D-курсора, шифт, правая кнопка мыши. Почему? Потому что это требует теперь уже создания отдельного примитива. То есть есть примитивы геометрические, NURBS, поверхности, метаболы, тексты. По метаболам еще сегодня тоже расскажу. Очень хорошая штука. То есть создаем примитив Grease Pencil. Он у нас появился, он у нас выбран. И вот теперь мы можем перейти в режим Draw. Эй! Как раз таки то, что было раньше. И в этом режиме вот у нас те же самые инструменты, которые я только что показывал в File New Grease Pencil. И, соответственно, отсюда мы теперь тоже можем все рисовать. Можем все кривые делать. Можем гнуть, соединять между собой. Можно любые там формы, кривулины. Всю эту историю точно так же, как это было до. Позиционировать в пространстве либо по поверхностям объектов, либо по 3D-курсору, либо под какие-то плейны. И, соответственно, делать очень быстрые наброски. Плюс у самого Grease Pencil тоже есть много настроек. Можно выбрать то, как он должен вообще отображаться. То есть сам по себе Grease Pencil, даже нарисованная штука, она не является пиксельной. То есть это векторная форма. И, соответственно, ей можно выбирать варианты постобработки того, как она должна выглядеть. И это, собственно, как раз таки то, из-за чего сейчас его хотят очень сильно все и пытаются его любить. Ну вот, в двух словах, это как-то так. Это скорее даже такая, знаете, затравка для того, чтобы вам в любом случае захотелось это потыкать, если вы никогда этого не тыкали. Ну и как минимум, так, для старта, я думаю, этого может вам хватить. Я представляю, в конце этого стрима, знаешь, соберется. Нас как раз вот конкретно на Ютубе сейчас смотрят чуть-чуть более 300 человек. Они, знаешь, встанут как спартанцы, такие. А, веблендер? Ну, я не зря начал с того, что, ребят, я вас призываю ни в коем случае не гнуть никогда ни за одну программу. И говорить, что вот это точно лучше всех. Есть вещи, которые, например, ну, тем более ты как пользователь синемы, думай, меня поддержишь, в синеме решаются просто как нигде. Ну, на самом деле, я стал уже за все это время хейтером синемы, потому что некоторые совершенно... Это уже в определенный этап. Элементарные вещи, которые, например, типа буля, которые здесь можно сделать просто двумя взмахами стилуса, там решаются абсолютной порнографией. Я более даже того скажу, что в некоторых других 3D-пакетах они проще решаются, чем в синеме. Да, ну, опять же, у всех есть сильные и слабые стороны. Однозначно, все, что касается, скажем, максимально точного и подконтрольного редактирования геометрии, в синеме на самом деле... Но процедурка зато там... Бомба. Кстати, Blender в этом плане пошел по пути 3D Max, и они ввели себе систему модификаторов. То есть то, как это делает, например, 3D Max. И, ну, как по мне, это достаточно понятно, удобно, действительно жирно и, наверное, чуть даже более продуктивно, чем теги в синьке. Ну, вот как-то так. Ладно. Второе, кстати... Тут же не второе, это уже какой у нас по счету. Третий или четвертый пункт по тому, из-за чего вы вообще могли слышать о Blender и чего вы могли захотеть им пользоваться. И то, что я очень часто слышу от других пользователей, например, вот которые работают в синеме и такие... А я слышал про Blender, и говорят, что Blender-то силен тем, что к нему аддона... Тьма тьмущая. И, в принципе, это и правда, и неправда, потому что тут есть ряд своих нюансов. Глобально какие-то коммерческие организации, например, не очень сильно заинтересованы в написании аддонов для Blender по причине того, что он опенсорсный, а, соответственно, все, что доставляется пользователю, тоже становится опенсорсным. Но сейчас уже все это попридумывали, порешали, сделали всякие сетевые ключи и еще такое хитрое подобное. Но, слава богу, аддоны к Blender стоят просто сущие копейки. То есть я ни разу в жизни не видел пока, что аддона дороже 60 долларов. Ну, это прям... Это сверх там супер-пупер какие-то они борзые ребята, которые решили попросить 60 долларов. А так обычно там средний ценник на аддон там в диапазоне от 10 до 30 долларов, и ты тоже один раз купил, и он тебе там на всю жизнь остается. Так вот, о чем я хотел бы поговорить сейчас? Я хотел бы вскользь, на самом-то деле, пробежаться по количеству аддонов, которые есть в Blender в комплекте. И о некоторых аддонах, которые вы могли совершенно случайно не знать или не трогать, если вы уже работаете с Blender или смотрите на него, а надо ли, которые могут вам помочь решать какие-то задачи, решать это принципиально по-новому. Например, 2.79. Пока что даже смотрим на старый релиз, то есть потому что все эти аддоны, скорее всего, все равно мигрируют в 2.8. Просто не все там еще могут присутствовать. Итак, файл, user preferences. Соответственно, вот у нас интерфейс, один где-нибудь аддон. То есть это у нас вкладочка аддона. Отсюда можно полистать все, что идет в комплекте. То есть их реально много, и большая часть из них у меня уже даже, конечно, включена. Это заставляет Blender грузиться чуть подольше. Но так или иначе, давайте пробегусь по некоторым стандартным. Кстати, есть еще вкладка testing. Здесь есть аддоны, которые находятся в разработке. Так, из полезного, приятного. Navigation, close weaver, сторонний аддон, позволяет... То есть это такой аналог Marvel's дизайнера на Blender. Ну, опять же, Blender это умеет давно и без всяких close weaver. Я его покупал в надежде потестить, но оказалось такой себе. Среднячок, есть аналоги получше. Так, Copy Attributes, Display, Dynamic Index, Line Management. Measurement, о, вот эта штука, которую я очень сильно люблю показывать. Она действительно работает прям очень клево. И что это такое? Вот здесь вот в панельчике T, если я включил какой-то аддон, и у него есть кнопочки интерфейсик, он, скорее всего, появится. Соответственно, здесь у меня где-то сливой должен появиться Measured. Так, а ну-ка, давайте посмотрим. Transform, Mesh Tools, спецкрупп, нет. Create, AdPrimitives, нет. Shading, UV Mapping, Options, где-то ты тут, тут же рядышком должен быть, я тебя помню. Так, Dynamic Tools, Mesh Tools. Сколько всего у меня наставлено, блин. Сейчас бы еще вспомнить бы где-то. Ага, вот, Display. Вот, да, последняя новая вкладочка. Отлично. Итак, как эта штука работает? Я могу, например, выделить две точки. Могу 3, 4, 5, без разницы. И могу в настройках Measured выбрать, например, режим сегмента. То есть, что это сделать? Measured померяет этот сегмент. Ну, самое забавное, если я жмакну кнопку Show, я сразу на лету буду видеть дистанцию, которая здесь получается. И эта дистанция, она всегда будет на лету обновляться, как бы я этот объект не редактировал. То есть, если я, допустим, моделирую что-то под какие-то точные размеры, и мне в процессе моделирования нужно видеть, что у меня происходит, я могу себе настроить любые длины, любых элементов, любых сегментов. И как бы, ну, окей, хорошо, сиди, давай. Штуку можно отрендерить. То есть, если тебе, опять же, ты делаешь какой-то эскиз с какими-то конкретными размерами, ты мало того, что моделишь это в точных размерах. То есть, соответственно, потом можно сделать, например, там, выкройки и вырезать это, допустим. И еще и действительно все эти размеры можешь на чертеже пока. То есть, вроде бы мелочь, но, блин, достаточно интересная. Так, дальше из полезного. Retapo Flow. Шикарная штука, которая, кстати, бесплатная. Прям вообще бесплатная штукенция. Ее можно скачать бесплатно. Можно заплатить разработчикам денег и сказать спасибо вам большое за то, что вы такие клевые. Это инструмент ретопологии, который работает следующим образом. Давайте что-нибудь сейчас дадим. Какой-нибудь объектец. Мне это очень посложнее. О, Torse Node. Отлично. Давайте его как-нибудь сгладим. Модификатор. Собсерв. Аплай. И, допустим, я хочу этому объекту сделать ретопологию. Отлично. Retapo Flow. И давайте разбираться с тем, как эта штука работает. Здесь достаточно много инструментов. Опять же, я про все не буду рассказывать. Я вам покажу буквально один для того, чтобы вы вообще оценили возможности этой штуки. То есть, например, режим контуров. Как он работает? Ну, это вообще обычно то, с чего ты, например, начинаешь работать. В этом режиме ты можешь, например, рисовать течение прямо сквозь объект. Которые тут же сразу по объему объекта у тебя зашиваются гранями. То есть, и ты сразу получаешь новый меш. Соответственно, тебе ничто не мешает где-то по пути, по дороге. Это дело, например, бросить, выйти отсюда. Хочешь там продолжать дальше работать. И, соответственно, все вот эти инструменты — это просто разные инструменты ретопологии, которые позволяют тебе по поверхности создавать новый меш. И все из них, все они, скажем так, достаточно популярны и признаны на рынке. То есть, можно рисовать по поверхности все, что угодно. Ну, вот как-то так. В двух словах. Но в большинстве случаев, кстати, вот этим ретопо-флоу даже многие не пользуются. Потому что в блендере работает обалденная система привязок. Ну, только сразу, кстати, давайте вас немножечко предупрежу. Потому что блендер — это такая штука, что в нем, в принципе, нет защиты от дурака. И если ты что-то делаешь, то подразумевается, что ты четко понимаешь, что ты делаешь. Ну, даже если ты не понимаешь, ну, значит, наверное, ты просто так хочешь. Ну, на. То есть, большую часть действий здесь можно совершить легко. То есть, можно, например, смерджить объект в точку. Это вообще не проблема. И самое забавное, конечно же, что эту точку, где мы скринкасткис, соответственно, merge alt-m, это функция отрицательная. Эту точку можно, конечно же, экструдить вообще без проблем. И вот тут тоже проявляется, например, сила работы всех модификаторов. Потому что можно на всю эту штуку накинуть, например, скин. И моделить какие-нибудь там, не знаю, какую-нибудь легкую поросль. Можно эту штуку еще сразу сверху, например, отцепдивайдить, чтобы она была помягше. И хоть как бы сиди, развлекайся. Ну, там что-то не получилось по геометрии. Ну, если что, потом там дошьешь в полигончиках. То есть, достаточно простая штука. Но к чему я моделил вот эту вот конструкцию? К тому, чтобы вам показать, как работают инструменты снэпа, даже просто родные. То есть, снэп в 2.79 находится вот здесь. В 2.8 он, соответственно, просто вверху находится. У снэпа есть режимы. Снэп к сетке, снэп к вертексам, снэп к эджам, снэп к фейсам и снэп к объему. Все вроде понятно, так же, как и везде. Например, снэп к фейсам. И, соответственно, у меня есть варианты, чем объект будет снэпаться. Ближайшей точкой, центром, медианой или активным элементом. И еще 2 маленьких кнопочки. Например, сейчас у меня стоит снэп к фейсам, ближайшей точкой. Давайте, кстати, поставим не ближайшая, а, например, центром своим. И объект просто снэпается к центру. Все здесь понятно. То есть, он сохраняет свое направление. Все хорошо. Можно включить Align Rotation для того, чтобы объект совпадал своим направлением с направлением нормальной поверхности, на которую мы его снэпаем. Но сейчас он перемещается рывками, потому что он перемещается между фейсами. Можно поставить Project на поверхность и ставить его вообще куда угодно. Как хочешь. Хоть там дублируй их миллионы. Вращай отдельно. Пофиг все они у тебя будут всегда стоять на поверхности. На здоровечко. Так вот, отсюда же на самом-то деле и вытекает идея того, как на самом-то деле в блендере делают ретопологию, даже не пользуясь сторонними аддонами. Хотя, повторюсь, они бесплатные и реально безумно крутые. То есть можно, опять же, взять объект, смерчить его, например, в одну точечку и, включив снэп к фейсам с проекцией, просто эту точечку поместить на поверхность. То есть просто G, и она упала на поверхность. Отлично. А дальше давайте ее просто экструдить. Можно всю эту конструкцию потом экструдить. То есть у нас точно так же сразу будет создаваться новый мэш, который в любом случае будет точно повторять нашу поверхность. То есть просто экструдь с привязкой, и все будет получаться. То есть сила просто вот в инструментах привязки. Ну вот, как-то так. Надеюсь, кому-то... Слушай, здесь еще есть совершенно банальный вопрос. Но тем не менее, мне он очень понравился, потому что, во-первых, вы написала девушка, и интересующаяся 3D, это всегда забавно. Ну так вот, ни в коем случае никакого сексизма. Ну так вот, вопрос был следующим. Что ты показываешь столько крутых вещей, вообще, в принципе, которые доступны современному CG-шнику в Блендере. Вопрос банальный, но нужно ли на все это иметь мощный комп? Потому что у многих людей, которые хотят изучать 3D, их безумно пугает то, что там они работают на каком-то компе, на нем рисовать они могут, а вот 3D они боятся, потому что думают, что у них все сгорит. Да, и это, кстати, тоже отличительная особенность Блендера. Во-первых, как я уже сказал раньше, он очень мало весит. И он очень мало весит по причине того, что, опять же, это некоммерческий софт, и он не развивается накопительно. То есть большая часть современных программ развивается так, что вот ее там написали в какое-то время, придумали какой-то инструмент, его версии оставили. Вышла новая версия программы, старые инструменты никто не удаляет, описывают новые и так далее, и так далее, и так далее. И это приводит, во-первых, к разрастанию билбов программ, во-вторых, к увеличению нагрузки на компы и так далее. То есть, например, Блендер работает, в принципе, на любом утюге. И, конечно же, конечно же, понятное дело, что чем мощнее у вас компьютер, тем, во-первых, он будет комфортнее работать, тем более сложные сцены вы сможете в нем создавать, или в нем, скажем так, переваривать. И, скажем так, производительность вашего компьютера прежде всего отразится потом на финальном времени визуализации. Но, опять же, мы живем в 2019 году. У нас, если не ошибаюсь, эра майнинга уже прошла, и поэтому осталось сейчас очень много сетевых ресурсов с GPU-ядрами, которые можно просто брать в аренду за смешные деньги и рендерить просто на них. То есть, моделишь у себя на каком-нибудь Patata PC, а рендеришь на кластере из там нескольких тысяч видеокарт за один цент. Кстати, поподробнее расскажи об этом, потому что многие не понимают эту технологию, особенно новички, опять же. Что это такое, с чем вы едят, и как это вообще работает на практике? Да, у меня под это, на самом-то деле, тоже есть отдельный пунктик в подсказках записанный, о чем я хотел рассказать. Но раз вопрос зашел, давайте про это расскажу. То есть, если мы будем говорить про непосредственно, скажем так, честную визуализацию, которая пытается имитировать условия реального мира, то, ну, допустим, вот у меня есть какой-то объект. У меня точно так же может быть другой объект, который будет являться источником света, допустим, да, давайте я сейчас сделаю. Emission. Это у меня источник света. То для того, чтобы посчитать, как этот объект вообще дал освещение на вот эту штуку, нужно выполнить как минимум ряд математических операций, связанных хотя бы с просчетной механики полета в лучей, что отсюда должно выйти какое-то количество лучей. В реальной жизни их бесконечно много выходит из лампы. Понятное дело, что в цифровой среде бесконечное количество математических операций мы не можем выполнять. Это займет бесконечное время. Поэтому они выходят порциями, их достаточно ограниченное количество, но мы каждый раз можем менять узор, под которым они выходят, сохранять предыдущий результат, накладывать их друг на друга и таким образом стремиться к бесконечности. Но просто, опять же, получая удлинение во времени для получения более-менее точной картинки. Так вот, то есть это, в принципе, я так в двух словах описал процесс визуализации. То есть эти лучи здесь куда-то ходят, где-то там рассеиваются, отражаются. Один отсюда, один туда, один не туда. И вот это все в любом случае занимает какое-то время. Но это все достаточно понятные математические процессы, которые могут выполняться несколькими девайсами. Вообще в идеале все это всегда делает видеокарта. Но на самом-то деле то, что касается вот такого механизма, как я описал, до недавних пор на видеокартах вообще не использовалось. Это делалось исключительно процессором. Из приятных особенностей, которых, кстати, например, до сих пор пока что еще нет в блендере. Что значит до сих пор еще пока что? Вот как закрутил по-дурацки фразу. Я хотел сказать, которых нет в блендере 2.79, но они уже есть в 2.8 или в дейли билдах. В настройках блендера в системе я могу указать девайсы, на которых я хочу рендерить. То есть сейчас у меня в компе осталась одна видюха, пришлось вытащить две других. Но для рендеринга я могу использовать не только процессор. Я могу использовать видеокарту. Причем, если у меня их несколько, я могу использовать их все. Они просто будут участвовать в процессе просчета того, как выглядит картинка, независимо, как отдельные ядра одного процессора. То есть глобально на самом-то деле с современным использованием того же самого Cycles рендеринга в блендере вам прозвучит как какая-нибудь смешная реклама, что вам больше не нужно выбрасывать старую видеокарту. Вы можете ее оставить у себя в компьютере и просто добавить новую. И тем самым вы будете рендерить на двух девайсах одновременно. Но чем меня не так давно поразил блендер, и в том числе 2.8. Если мы заглянем в его настройки, то же где у нас здесь System, то теперь я могу рендерить на самом-то деле и на видеокарте, и на процессоре одновременно. То есть один кадр будет у меня рассчитываться всеми доступными устройствами. То есть раньше этого нельзя было делать. Или то, или то. И в принципе так везде, насколько я знаю, до сих пор. В современном блендере, к счастью, можно загрузить тачку на 100%. То есть даже если она у вас не очень мощная, вы в принципе можете выжать из нее максимум того, на что она способна. То есть я вам очень часто тоже своих студентов прикалываю в социалке, когда выкладываю загрузку. Там из 36 ядер, которые заняты под 100%, и две видеокарты, которые тоже заняты под 100%, и еще прямо рендерится. Оно рендерится. Компы лучше не подходить. То есть на самом-то деле в этом плане блендер очень приятен, потому что он может, опять же, выжать максимум из того, что у вас есть. Оно слабенькое, окей, все равно выжмем, что можем. Оно крутое, отлично, все равно выжмем все, что есть, но просто чуть быстрее. Поэтому на самом-то деле именно для блендера искать какой-то сверхкрутой комп, но для начала, наверное, даже и не стоит. Есть смысл начать, пробовать, что-то поделать. Скорее всего, он потянет. Ну, если уж совсем получилось так, что вы скачали блендер, запускаете, он не запускается, ну, значит, точно пора в целом вообще глобально просто купить новый компьютер. Потому что это, скорее всего, ну, уж совсем ему, наверное, как я в индустрии. Поэтому вот так. Так, ну, глобально, да, для работы в индустрии, конечно же, да, придется со временем потом разживаться более-менее вменяемой железкой, чтобы она действительно могла решать ваши задачи. Хорошо, тогда я закину сразу, если можно, следующую тему тоже тебе сразу, потому что ты максимально широко отвечаешь на вопросы, и поэтому я думаю, что нашим зрителям это тоже будет интересно. Мы с тобой тоже до стрима немножко обсуждали, что, ну, нас смотрят в основном все-таки художники 2D-шные, которые 3D-пакеты рассматривают как некую подготовительную болванку. То есть многие начали там с Китбашем работать и так далее. Если можно вот об этом поподробнее, как, что, как настраивать, как лучше вообще учиться, учишь ли ты этому и так далее. Какой сложный и запутанный вопрос. Я вот прям даже не знаю, как на него правильно ответить, потому что как раз-таки я вот стремлюсь пробежаться по аддонам для того, чтобы показать набор инструментов, которыми вы можете пользоваться. И давай, наверное, знаешь, как сделаем. Я вот сейчас хотя бы парочку из тех, которые я себе отметил, что вот если вы вдруг случайно не знаете или не тыкали, есть смысл их потыкать для того, чтобы вам, во-первых, было с чего начать, во-вторых, чтобы действительно вы могли сразу получать какие-то результаты, я дорасскажу. Собственно, мы остановились на MeasureLite. Говорил, клевая штука. Retapoflow, понятное дело, из того, что я себе отписал. Есть такая достаточно старая штука, которая работает в Blender. Это аддончик, который называется Carver. Что он умеет делать? Какой у него ханкейк? Ctrl-Shift-X. Все время забываю. Такс, а что такое Carver? По сути, это инструмент, можно сказать, Boolean'а или редактирования геометрии, который работает вот таким образом. То есть у нас появляется такая вот менюшечка. Здесь даже у меня слева Help, в котором можно прочитать, что она делает. Здесь его хот-кей написано. То есть пробелом можно формы менять, которыми мы хотим что-то делать. Ну, например, квадратик. Ну, окей. Пиунц, прорезали насквозь. Пиунц, прорезали насквозь. Пиунц, прорезали насквозь. При этом можно точно так же поставить, типа, курсор Depth, кнопочка D. Тогда, соответственно, все наши прорези, которые мы будем делать, они будут останавливаться на уровне 3D-курсора, который мы можем спозиционировать, в принципе, куда угодно. То есть такой достаточно простой инструмент для быстрого создания геометрии. То есть даже просто для того, чтобы взять, как говорится, куб, да, как у скульпторов и отсечь от него все лишнее. И типа что-то собрать. То есть здесь можно разными формами это делать. В Help все рассказано, какими кнопками куда что нажимать. Но из приятного, возвращаясь там к более-менее адекватному Boolean, о котором ты упомянул чуть раньше, можно здесь делать очень интересную штуку. То есть Apply Operation, кнопка Q, то есть не завершать операцию. И, допустим, давай, например, возьмем какой-нибудь Circle. Можно уменьшить ему количество subdivide. Сделаем ему какой-нибудь формы. Как-нибудь так его Pounce. То есть у меня появляется вот такой примитив, который у меня сейчас встал в глубину курсора. Соответственно, что я могу делать? Ну, теперь я могу эту штуку, конечно же, перемещать как угодно, вращать как угодно. Можно ее отредактировать. И тем самым, собственно, выбирать, где, как, что, куда я хочу отсечь. И тем самым резать какие-то поверхности объекта. Но сдублировать ее нельзя. Для этого придется опять идти в настройки и резать уже следующей формой. Ну, сейчас я вот добавил к поверхности. То есть это штука, которая называется Carver. Дальше. Достаточно стандартный аддон, который тоже очень многие любят. Уже ему очень много лет. Это так называемый AMT Landscape. Такая штучка. Что он позволяет делать? Он, во-первых, находится в меню Add. И он, понятное дело, позволяет генерить ландшафты. У него есть свои настройки. В 2.79 они вызываются кнопочкой F6 ровно в тот момент, когда вы объект создали. Если я его куда-нибудь подвину, повернули еще что-то, они мне дальше будут недоступны. Здесь есть масса всяких заготовок, по которым можно генерить какие-то поверхности ландшафтов. То есть можно все это дело перенастраивать. Как вам нужно, с каким количеством делений и так далее. Давайте я сразу, чтобы показать следующее, что-нибудь. Что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Давайте, например, mounting какую-то такую поверхность типа создадим. Так вот. То, за что тоже многие новички не сразу любят Blender, потому что здесь по умолчанию вообще нет никаких материалов. И тебе все приходится настраивать самому. И как даже сегодня один из моих студентов сказал, что ну да, я вот первый раз в Blender зашел где-то с год назад, увидел Node Editor и больше решил туда не ходить. Спасибо, что показал. И теперь так все, оказывается, было так просто. Но я не буду вас ничем пугать, потому что есть на самом-то деле тоже встроенный аддончик, который называется Material Library. Библиотека материалов. Работает следующим образом. Для любого объекта создаем новый материал. И если у нас включен Material Library, то он у нас вот здесь вот на вкладочке появляется. Соответственно, отсюда мы выбираем рендер-движок, под который мы хотим материалы. Ну, например, под Cycles. У меня сейчас Cycles включен. У меня здесь появляются материальчики. Соответственно, отсюда я могу выбрать какой-нибудь материал. Давайте выберем что-нибудь, например, под нашу локацию. Carpain Balding, что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Fake, 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 fake. Френель без вносит ступ. Что-нибудь похожее, например, на какую-нибудь... А, например, ANT, кстати, с новой. Отлично. Натянуть материал. То сейчас окажется, что у меня эта штука собственно затекстурилась, причем затекстурилась сразу. То есть, ANT с новой, то есть она со снежком, с земелечкой. То есть, генерить ландшафты, сразу же их текстурировать стандартными материалами. Создавать какие-то environment-ы. В принципе, крайне просто. И исходя из этого, я бы сразу хотел показать аддончик, который тоже очень часто многие любят и знают, кто сидит в блендере хотя бы там больше пары месяцев. Обязательно на него натыкаются. Это аддончик, который называется Ivy. Ivy-генератор. То есть, это лоза или поросль. Как эта штука работает? Точно так же. Из объектов ничего не должно быть выбрано. Shift A, Curve, можно создать Ivy. То есть, это такая, типа, какая-то поросль. Ее точно так же можно настроить. У нее есть масса своих настроек, у нее есть там рандом седы, длинные и прочая история того, как она вообще должна выглядеть. И в чем ее особенность? Во-первых, здесь у нас есть листики. Эти листики являются отдельными объектами и все они уже обладают UV-мапой. Если вы знаете, что такое UV-мапа, ок. Если не знаете, что такое UV-мапа, пора узнавать. Значит, пора идти. Пора идти к нам на курсы. как минимум спрашивать у меня Паш, а что такое UV? Как это затекстурить? Ну, давайте я сделаю... Для всех, кто посмотрит записи, я напомню, что ссылки на курсы будут в описании, если что, первой и второй строкой. Ну, я ж ютубер, я должен так говорить. Да, да, да. Поэтому я сейчас просто сделаю тоже очень быстро маленькую историю. То есть сейчас у меня что получилось? У меня есть какой-то мир, какой-то объект, который как-то чем-то там затекстурен. У меня здесь пока появилось дерево, оно все такое невзрачное, скажем так. И понятное дело, что сейчас вместо листьев у меня просто пленчики. То есть что-то, что я хочу? Я хочу на эти пленчики как раз-таки натянуть материал. Что мы можем сделать? Можем сделать материал своими руками пока что. Новый материал. Поверхность. Например, сюда Image Texture. Open. Какую-нибудь текстурку. Где у меня есть текстурки какие-нибудь? О! Есть листик. Причем листик, кстати, какой-то дурацкий. Он на самом-то деле лежит неровно. То есть что я имею в виду? Вот у меня есть листики, они в принципе в виде квадратиков. И явно они своими основаниями касаются чутка поверхности вот этой его вовод айви. То есть есть место, откуда они должны расти. А у меня листик, который под углом. То есть оно стоит криво. И если я здесь, например, попробую поставить отображение текстуры, то кажется, что как-то оно все на самом-то деле совсем по-дурацки. Но никого это никогда не огорчало, потому что мы можем на самом-то деле взять нашу ивишечку, например, и повернуть. Так, в какую сторону? Вот так. Вот в эту, да? Соответственно, можно взять все эти точечки тоже здесь на ивишечке и подвинуть сюда. Эти можно взять и подвинуть сюда. И тут тоже сейчас сразу должны были начаться крики от опытных 3D-шников. Эй, там же вылазят куски левые. Говоришь такой, да ничего страшного, вместо репита ставим клип. Подрезать. И сейчас делаю очень страшное. Кто ни разу не видел Node Editor, держите себя в руках, не пугайтесь. Если что, опять же, либо Google вам поможет, либо я. Всегда зададите вопрос. Я подготовлю материал, сделаю так, что здесь у меня еще появится прозрачность, появится Shader Mix. Можете, если что, просто потом воспользоваться этой же конструкцией для натягивания прозрачных изображений на поверхности Ivy. И альфа-канал из изображения я подключу в фактор смешивания, чтобы где-то у меня была поверхность цветная, а где-то была прозрачность. Окей. И если сейчас мы эту штуку будем рендерить, то теперь здесь у меня будут прям листики, листики, листики. Поросли, поросли, поросли. И предпоследний нюанс, который стоит показать именно вот для художников. То есть, что здесь еще можно сразу же очень приятного, полезного сделать. Давайте я для начала сюда еще затулю какой-нибудь environment красивенький. То есть, наверняка, там у меня что-нибудь здесь должно быть. D, нет, не work, clipart, 3D, HDRI, narrating tears of steel. С разрешением пониже, быстрее все рендерилось. То есть, какое-нибудь окружение. Вот у меня здесь эти листики проросли по поверхности. Вот у меня этот landscape. и, например, я хочу сюда еще добавить какое-то такое хорошее, клевое, насыщенное облако. Как это можно сделать? В аддонах, в встроенных, то есть, те, которые идут в комплекте, есть непосредственно cloud генератор. Штука, которая позволяет создавать облака и работает она следующим образом. И вот для нее очень удобно как раз-таки использовать примитивы, которые называются метаболы. Они есть разной формы. Как они работают? Что такое вот этот вот метабол? Это какой-то примитив, какой-то формы, который работает следующим образом. Пока он один, это просто сфера. А вот если их становится два, то когда они начинают друг с другом сближаться, они будут стараться объединиться в одну форму. То есть, из них можно лепить, в принципе, какие-то такие сложные элементы чего-то более-менее органического, то есть, какие-то штуки, допустим, похожие там или на глину, или еще на что-то. Их можно там в размере менять. То есть, можно просто их дублируя делать все, что угодно, любые такие вот сложные геометрические формы. Дальше я сейчас, поскольку это метаболы, а не mesh, я их конвертирую в mesh, альце, mesh from curve, соответственно, мы можем это все дело спрятать, вот эти вот оставшиеся гизма удалить, чтобы они нас здесь не пугали. Alt-H вернул, и из этого объекта с помощью Cloud Generator мы еще сделаем облако. Так, create, Cloud Generator, выбрали mesh, здесь можно выбрать пресеты облаков, какие должны быть, и, например, просто generate cloud, и по форме этого объекта у нас накидалось какое-то количество каких-то штукенций, и вот самое забавное, если сейчас мы это будем рендерить, то мы с вами увидим облачко. Соответственно, это облачко, я повторюсь, можно перенастроить, можно поменять ему плотности материалов, глубину отображения, подсветку, да, все, что хотите, то есть настраивайте как вам хочется, ну, понятное дело, что, скорее всего, возможно, вот так вот прям с первого тыка не все сразу заработает, скорее всего, придется, наверное, попробовать раз, другой, третий, четвертый, пятый. Слушай, я прям, прости, что я тебя перебиваю, я прям хочу переиначить одну популярную фразу, которая есть в интернетах, хренак, хренак и в Artstation просто. Ну, ты знаешь, это нормальный процесс, кстати, для людей, кто вот только начинает заходить в Blender, им особенно начинаешь подсовывать какие-нибудь туторчики, такие, там, есть такой замечательный человек, Андрюха, Price, Эндрю Прайс, вот он там прям постоянно очень хорошо детализировано делает всякие штуки, у него очень интересные туториалы, и у него есть, по-моему, один из самых удачных, это моделирование бокала пива и, собственно, рендеринг его в Blender, этого пива на просторах интернета, уже столько даже, ну, господи, ну, сделайте вы вместо пива, ну, когда ты моделишь тутор, ну, сделай там вино какое-нибудь, я не знаю, чайничек с чаем, ну, что ж вы все это пиво моделируете, и тот же самый артстейшн, если там гуглить, типа, те, кто пользуется Blender, то у всех обычно линейка работ начинается с этого пива, ну, что-то, ну, блин, так что, да, на самом-то деле достаточно просто. Все начинали с пива, называется. Да. Вот, собственно, это такая вот базовая штука в плане вот основных каких-то мелких нюансиков, которые я на данный момент успеваю пока что вам рассказать, о том, как можно быстро, например, создавать ландшафты, быстро их текстурировать, накидывать, например, какие-то лозы на какие-то поверхности, если вам вот захочется, облачка и что-то под что, из чего можно потом, например, что-то делать под отрисовку или еще куда-то. Но одно из очень приятных особенностей под отрисовку, кстати, для художников. Вот не знаю почему, но за это прям почему-то не... Ну, точнее, понимаю, почему меня это удивляет, что у людей это вызывает такой восторг. Очень приятно художникам заходит работа с камерой вьюпорта в плендере, потому что работает у нас следующим образом. Весь вид управляется с ноутпада, это, кстати, тоже в катет уже так неплохо работает, и работает следующим образом. Например, с любого ракурса, где бы ты ни находился, цифра 5 отключает перспективу. То есть ты можешь смотреть откуда угодно и пятерочкой просто выключить перспективу. 7 вид сверху, 1 вид спереди, 3 вид справа, 9 меняет любой вид на оппозитный. То есть ты всегда можешь там посмотреть вот так, смакнуть 9 и повернуть вид на 180 градусов. Так вот, остались кнопки 4, 6, 2, 8 и вот эти кнопки всегда поворачивают камеру ровно на 15 градусов. То есть можно поставить вид вот такой, повернуть камеру, например, 1,2, вверх 1,2, влево там, для права 1,2. И у тебя получается всегда очень четкая ортографическая проекция, с которой ты можешь там натыкать себе кубов, примитивов, в конце концов, там даже под отрисовку чего-то сделал каких-нибудь плейнов, раздублировал сколько тебе надо, сделал себе вот эту поверхность из любого из них, например, построил домик какой-то опорный, где кто должен быть и потом опять же в аксонометрии, ортографии сидишь, отрисовываешь по проекции, что тебе надо. То есть очень часто ребята любят как раз таки скачать какую-то модельку, запхнуть ее сюда, поставить такой четкий ракурс, может там подлепить каких-то опорных объектов и просто потом обрисовывать поверх. Художники прям почему-то вот прутся от вот этой механики работы встроенной камеры. Ура! Моментально говорим ура! Да, хорошо. Эй! О! И тебя услышал. Я уже думал, ты испать. Я просто тихо-тихо сижу, молчу после слов про художников и все такое. Я же говорю, что я буду тихая. Хорошо. Так, что еще интересного вам рассказать? А, кстати, вот есть у меня в загашниках здесь вот очень хороший аддончик, который как раз таки может позволить многим, кто не знаком с механизмами рендеринга и настройками оптимизации подгнать это так, чтобы можно было максимально оптимизировано пользоваться блендером. В аддонах есть такая штука, как Auto Tile Size. Это тоже встроенная штукенция, ее можно включить, и она будет помогать вам подбирать настройки. не буду углубляться в подробности, настройки рендеринга так, чтобы они были максимально быстрыми для визуализации. Но здесь нужно знать одну оговорку, что если вы, например, рендерите на процессоре, на CPU, то крайне желательно в настройках рендеринга выставлять этот Bucket Size поменьше. Насколько поменьше эксклюзивно для вашего процессора, для вашей тачки, к сожалению, нужно просто один раз замерить, сделать какую-то сцену и попробовать порендерить с одними настройками или с другими. Но AutoTile Size позволяет это просто подбирать автоматически. То есть здесь у него есть свои пресеты, можно между ними перекликивать, и он будет просто подбирать подходящие значения для вас. Ну, у меня точно знаю, что для процессора 32. Очень хорошо. Соответственно, для GPU наоборот. Для GPU надо побольше. Насколько больше, опять же, нужно тестить. Но вы просто тыкаете, например, какое-то значение, например, там 256, жмакаете рендер и смотрите, насколько быстрее он пошел. Если у вас, опять же, там где-то валяется старая видеокарта, как у меня, моя старая 1050, для которой сейчас места не осталось. Но я на ней тоже рендерил. Вы тоже самое можете туда пахнуть и что-то делать. Окей, это то, чем я говорил чуть раньше. Текст. Дальше, кстати, если вдруг у нас есть ребята, которые работают с After Effects, у Блендера есть тоже очень прикольная подвязка с After Effects. Это штука, которая позволяет из Блендера экспортировать данные сцены под After Effects. При этом мы точно в виде нулей можем экспортировать положение каждого объекта, положение любых вспомогательных объектов, если мы их создаем, и перенести, например, весь свет. То есть, если у вас, если вы работаете с постом, если вы работаете с After Effects, там вот такая штука, из-за чего я опять же в свое время уже полностью пересел на Блендер. Дальше, из того, с чем можно побаловаться для аниматоров, есть такая прикольная штучка, которая поставляется отдельно, но она абсолютно бесплатная, называется она Jiggle Armature, ну или Jiggle Bond в простонародье. я один раз покажу, а вы, скорее всего, потом сможете с этим очень долго баловаться. Допустим, есть у меня какой-то объектец, косточка, я ее здесь наращу, на Extrude, просто-напросто, и в настройках своих я могу включить Jingle Scene, и теперь для каждой косточки отдельно я могу в свойствах кости как раз-таки включить штуку, которая называется Jiggle Bond. Как она работает? То есть, я могу каждой косточки это включить. И это приведет к следующему, что все кости, у которых есть свойства Jingle, когда у меня будет работать анимация, будут анимироваться процедурно. То есть, одна кость у меня двигается, например, я ее анимирую, а остальные будут, по сути, как под действием физики, что-то делать. Для анимации каких-то персонажей, у которых, допустим, есть какие-то щитки и лотки или какие-то штуки, которые должны, например, двигаться в синхрон с тем, как он ходит. Вот такая штука. Ты просто на каждый объект повесил косточку, включил ей Jiggle и все, и ходишь своим персонажем, а все, у него шевелится, прыгает, какие-то там, не знаю, кармашки, щеточки или еще что-то. Или, например, если нам нужно прическу персонажу анимировать, чтобы, опять же, не заморачиваться с какими-то настройками тонкими физики, также будут и волосы болтаться с одеждой, с любыми элементами, то есть можно это делать вот так, и это намного проще, чем любые физические симуляции или какие-то тонкие настройки, то есть просто одну кнопку нажал на кость и поехал. Понятное дело, что у косточки здесь есть настройки по жесткости, по гашению импульса, по ее массе и так далее. Вот как-то так. Дальше, последнее, пожалуй, на данный момент фича из... не то чтобы аддонов, а механика, которая работает вот прям вот так вот сразу, это то, что меня в свое время привлекло как моделера. Я думаю, многие знают, сталкивались или пытаются, пытались с этим сталкиваться, что когда ты хочешь, допустим, смоделить что-то тканевое, какую-нибудь штучку, например, как тканюшечка, ты можешь, конечно же, понятное дело, настроить физику. Делать один объект, например, rigidbody, сделать пассив, другой объект сделать, например, close, типа тканюшечка. Можно точно так же тканюшечку настроить, включить здесь collision, и понятное дело, для того, чтобы тканюшечка лягла на этот объект, тебе надо проиграть свой таймлайн, чтобы она там, видите, упала и как-то лягла. Вроде, как бы, все понятно, все просто и доступно, но в большинстве случаев, в большинстве программ, физика работает только через процесс бейкинга. То есть, ты либо должен нажать play и ждать, пока у тебя все эти кадры просчитаются, и все условия в кадрах должны быть заранее определены, и ты сидишь, ждешь для того, чтобы можно было сервак этот отправить или еще куда-то. В блендере практически вся эта штука всегда может работать в реалтайме и реагировать на то, что ты делаешь в процессе. То есть, например, я сейчас включаю play, у меня эта штука упала, окей, но я точно так же теперь могу этот объект пошевелить, например, в какой-то момент, допустим, остановить анимацию и забрать объект вот этой формы. Либо, ну, не нравится мне, но далеко он полетел, окей, точно так же я могу его в любой момент там покидать, побросать, ух, сильно резко кинул. Так, play, что делать? Пальцы толстые, не на те кнопки нажимаю. Слушай, ты осторожнее, у нас просто фразы со стримов расхватывают на мемы, поэтому поаккуратнее с этим. О, так на здоровье, у меня, знаешь, сколько... За 20 лет, я представляю. даже, ну, у меня вообще практически со всеми моими студентами огромная любовь, конечность. У меня даже вот есть такие наклеечки, которые там делают мои студентики. Это вот, например, я с котячими лапками. Они даже мне на днях, на день рождения подарили котячие лапки, потому что я все время их стебу о том, что говорю, вы же котики, вы все такие молодцы. Просто в чем проблема котика? Котик, у него же лапки. Лапкой двигать мышку как бы не очень удобно, поэтому котики двигают лап... двумя лапками мышки. И как бы, вроде бы и котики, и всем все понятно, при этом и не обидно. Поэтому нами масики, да на здоровье. У меня вот есть куча всяких глупостей. Там вот, я пошпилил. Это когда я обзоры игр смотрю, у меня все время если игра лается, говорю, я пошпилил. И вот теперь у меня есть мини-мемасы. Слушай, ну тут прям стихотворение должно зайти просто, абсолютно. Стихотворение? Про котика, конечно. Ну ты не знаешь, да? Наверное, нет. Прям для 3D-шников она зайдет, извините меня за офтоп. Всю ночь Кэпко спал, в грезах видел хозяина я, ведь возвращение его я ждал едва дыша. Кот должен быть сыт, но в жизни, к сожалению, все это верно, если ты не котик, а алкаша. Печальная история. Ладно, буквально, да, давайте пробегусь. У меня осталось на самом-то деле не так много пунктиков, которые я хотел бы рассказать. Я сейчас постараюсь так очень быстро их рассказать. И наверняка там есть какие-то вопросики, которые можно было бы подобсудить. Итак, по моделированию из того, что очень хорошо работает. Если у нас есть какой-то объект, мы можем точно так же легко взять любой кусок любого другого объекта. И, я думаю, все прекрасно знают, что такое мультикаты, что такое инструменты катов. И в чем прикол здесь в том, что находясь в режиме редактирования одного из объектов, мы с любой проекцией, глядя на элемент другого объекта, можем сделать проекцию этого ката и, собственно, получить новые ребра. То есть это тоже достаточно хорошо упрощает процесс подгонки геометрии и стыковки объектов, что тебе не нужно создавать какие-то отдельные элементы. Ты просто берешь любую часть объекта и по проекции сразу врезаешь туда, куда тебе нужно врезать. Ну, а там, соответственно, уже, ну, окей, ну, хуже там экструдь куда или сюда, куда тебе там больше хочется. Делай, что хочешь. Это, кстати, очень прикольно работает с текстом. Текстом что сделать и текстом как-то там тоже что-то врезать. Достаточно простая штука. Так. Для аниматоров есть у меня еще маленькая полезная штука, которая есть не везде, но... А? Давай, жги. Ты просто всем... Знаешь, как это? Всем полезно. И тебе добра. И тебе добра. И тебе добра. Да. Так вот, в настройках костей Blender сам по себе поддерживает несколько типов костей, которые можно в нем создать. И, в частности, у него есть тип костей, которые называются Bendy Bone. только почему я сейчас не вижу их настройок. Так, а ну-ка. Mesh. Skeleton. Так. Display. Bones Group. Port Library. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ммм. Чё-то я сам себя сам себя загнал, да. Потому что ладно, не покажу. Но смысл Bendy Bones получается в том, что это кости, которые сами по себе тоже могут деформироваться. То есть, это, по сути, кость, состоящая из костей. То есть, ее можно опускать по любой траектории и сгибать. И Bendy Bones, например, очень удобно, помимо с основными костями, которыми вы анимируете, делать, например, мышечную массу. Потому что, когда эта штука сгибается, эти у тебя тоже могут отдельно работать. Что-то я говорю, мне кажется, я что-то лишнее включил где-то в аддонах на днях. И почему-то у меня Bendy Bones кнопка есть, а вот кнопки вкл и выбора типа костей почему-то нет. Что-то я, короче, перетыкал. Ну, короче, это есть. Кому интересно, можете загуглить или, опять же, найти меня легко, как Деть Кука Баныча или Анкл Хога в любой социалке и задать вопрос. Так. Дальше то, с чего меня в свое время занесло в Blender. Это так называемые симуляторы жидкостей, огней и всего прочего. Я тоже не буду прямо сейчас очень сильно вдаваться в подробности. Просто покажу, как это может работать. Если у нас, например, есть в сцене хоть какой-то объект, мы можем выбрать этот объект, жмакнуть пробел в 2.79, в 2.8. Это кнопка F3. Это поиск по всем функциям и написать, например, Quick. И это даст нам доступ к быстрым каким-то функциям. И, в частности, здесь, например, есть Quick Smoke. То есть, это просто штука для того, чтобы вы не заморачивались, например, на старте с настройками дымов. И, соответственно, то есть, если сейчас включить Play, то, понятное дело, этот объект начнет дымиться. А исходя из того, что все здесь работает в реал-тайме в любой момент времени, то тут можно баловаться как угодно, пускать эти дымы и подумать, подпринять, как тебе нравится, в какой-то момент остановить анимацию и оставить это так, как есть. Можно, конечно же, сам по себе этот объект перенастроить, сказать, что давай, а я хочу, чтобы ты не только дым, но чтобы ты еще и огонь с дымом. И, понятное дело, я вам сейчас все это показываю просто на низкой детализации. Все это легко в настройках меняется и вместо этой детализации ты получаешь прям огонь-огонь-огонь дымом-дымом-дымом. Точно так же что-нибудь взорвать абсолютно несложно. То есть, всегда можно просто поставить какой-то другой объект, например, там какую-нибудь сфероньку. То есть, всегда, когда у тебя подгорает от проекта, ты можешь показать, как именно у тебя подгорает от проекта. Да. А в идеале, знаешь, как скачать фотографию заказчика, поставить ее сюда. Здесь, кстати, есть импортер изображений и поджечь ее торжественно. Слушай, ты прям читаешь мысли просто. Я бы рекомендовал тебе запилить гамроуд на эту тему. Сжигаем заказчиков блендер за там, за 10 минут. Нет, просто сжигаем заказчиков, мне кажется. Сжигаем заказчиков. Сжигаем проекты из заказчиков. Какая поэтичная у нас просто тема сейчас. Да, да, да. Абсолютно верно. Так, я хочу что-нибудь сейчас быстренько имитировать какой-нибудь взрывчик. Сделаю это сейчас вот так. Объект сначала будет маленьким. Так, iInsert keyframe scale. Давайте там через какой-то три кадра мы его сделаем таким побольше. iScale и в следующем кадре мы его уменьшим. iScale. Отлично. И давайте позырим, что у нас получилось. Можно его спрятать, чтобы он нам не мешал. То есть, на самом-то деле, для каких-то там, опять же, анимаций, подрендеров или еще чего-то, достаточно несложно это дело генерировать. А учитывая, что есть модификаторы, можно сделать так, чтобы эта сфера меняла свою форму и дым был, или взрыв был неоднородным, как вот он сейчас у меня просто куполом. Ну, не знаю, несколько сфер можно сделать. Можно собрать форму из тех же самых метаболов, точно так же резко дернуть, у вас появится достаточно реалистичный взрыв, который будет куда-то где-нибудь там что-нибудь делать. То есть, это я к чему? Что на самом деле все механизмы физических симуляций и вот этих вот VFX элементов, исходя из того, как устроен этот интерфейс и как работают все процессы в блендере, генерируются просто вот на лету без каких-то заморочек. например, кстати, не так давно появилась очень классная штука, которая, правда, конечно, стоит, к сожалению, денег. Это аддончик, который называется Flip Fluid, но стоит он не так много, причем там ребята даже частенько распродажи делают, продают его буквально по 10 или по 7 долларов иногда, а так он, по-моему, что там вроде 30 долларов стоит. Ну, эта штука позволяет, понятное дело, генерировать жижи. То есть, ну, стандартный блендер сам по себе тоже позволяет все это генерировать без каких-либо проблем, но это позволяет делать так, как никто. То есть, если мы сделаем сюда, например, это у нас будет, допустим, Fluid. Так, давайте сейчас я снижу пока что детализацию, чтобы не было так много. кадров сделаем чуть поменьше. Такс, и включим, например, все-ка, всякое, всякое, все включено. Окей, Bake. И у меня сейчас пойдет какой-то просчет какой-то симуляции и в чем приятность этих механизмов. Во-первых, я это могу смотреть на лету. То есть, пока оно бейчится, я могу видеть, что у меня там получается. Самое приятное, я в любой момент могу нажать паузу и самое забавное, вернуться к бейку с этого же кадра. То есть, ну, как бы те, кто, скорее всего, там работают с каким-нибудь RealFlow, ну, у них это, наверное, не вызывает каких-то особых удивлений, но, поверьте мне, для большинства других программ это нифига себе, типа, что так можно было? И, соответственно, у меня появляется жижа, которая, в моем случае, сейчас упадет на дно домейна. То есть, я сделал жижу из торуса и вы можете заметить, что на ней у меня сразу есть всякие нюансики, связанные с тем, что есть частички, которые делают брызги, есть частички, которые делают бульбашки, но у меня сейчас здесь очень большая вязкость, наверное, этого объекта, да. Это с моего последнего проекта осталась настройка. Но, тем не менее, это вот жижа с целой кучей элементов, которые можно уже использовать. Я что-то там делал подрекламку какую-то. В общем-то, вот такая штукенция. Да, надо было стоп нажать, прежде чем отменять. В общем, еще раз, если вам интересно создание спецэффектов, если вам интересно работа с симуляциями, добро пожаловать в Блендер. Если у самих это не будет получаться, добро пожаловать ко мне, к нам, добро пожаловать на курсы. Всем, чем могу, я вам всегда помогу. Даже если вы мне напишите в любую социалку, если у меня будет возможность вам ответить, я вам отвечу. Если я вам не отвечаю, значит, я просто сейчас занят и не могу. Слушай, вот сейчас я открыл ларец Пандоры. Я абсолютно не шучу. У нас были случаи, когда гости говорили такую фразу, а, пишите мне там и так далее. Ты просто, возможно, не учел, что у нас больше 150 тысяч подписчиков. Чуи-то. Welcome, я понимаю, просто некоторые гости об этом пожалели, поэтому именно прописать в личку я бы на твоем месте не говорил. Уже сказал. Ну ладно, да, уже сказал, ребят, в общем, вы все слышали. Подписал себе смертный приговор, но на самом-то деле я понимаю, чем это грозит. Come on, если я не смогу ответить, я вам не отвечу, хоть пишите, хоть не пишите. Если у меня будет время, я вам отвечу всегда. И это касается, сколько бы вас не было на самом-то деле, потому что студентов у меня, я тоже тебе могу сказать, что пока мы сейчас сидим, если вам слышно, как постоянно вибрирует телефон от количества сообщений, потому что сейчас вечер, сейчас все делают домашки, и я больше чем уверен, что мы сейчас закончим стрим, я открою тот же самый, кстати, Дискорд, и окажется, что там будет сообщений 300, сколько там, пару часов. Слушай, скажи, пожалуйста, у вас офис на каком этаже? Смотри, с какой стороны заходите. Нет, не говори. Нет, я объясню, в чем прикол. Я просто, если там на втором, третьем и выше и так далее, ты просто пойдешь попить кофе к окну, и за окном увидишь просто орду людей, знаешь, вот как белые ходоки. Это все, которые, Паша, ты не ответил нам в личные сообщения, вот, и там король ночи такой, типа, самый главный, который первый написал, вот. И тебе придется выстраивать оборону. Да, возможно. Можно, но с другой стороны, знаешь, с точки зрения компании, корпоративной этики, это даже хорошо. Чем больше людей придет, тем мы лучше с ними поработаем, каждого облюбим, добавим ему восторга и вдохновения. Кстати, у нас тоже офис, на самом-то теле работает в формате open space, и если у вас есть желание или возможность учиться и развиваться, вы можете сюда приходить, общаться с нами и заниматься прямо тут. Короче, всех пустим в Богорощу, всем покажем нашу крипту. Слушай, на меня слишком близко стоит микрофон, мне нельзя издавать громко прямо в микрофон. Вообще, я глоб. Ты все время вызываешь у меня приступы громкого выдоха в микрофон. Это же очень хорошо. несложно, не занимает много времени. В настройках частиц объекта я могу создать новую систему частиц. Если это будет просто система частиц, они просто будут с него рождаться и куда-то падать. А могу тут же выставить режим Hair. И это, собственно, создаст какое-то количество волос. Я могу указывать здесь, сколько их у меня должно быть. длину указывать. Я могу их, понятное дело, настраивать, чтобы у них физика работала, чтобы они, опять же, реагировали на поведение объекта, чтобы здесь ветер на них дул. Это делается отдельными примитивами, force field. Их здесь очень много на самом-то деле. Как они должны рендериться? Я могу поменять, понятное дело, волосы на другие объекты, заменить их, например, на деревья или кусты какие-то, или еще что-нибудь, или камни просто. Мне нужно пляж, наполненный камнями, геометрию пляжа, hair, добавил туда волосы, поменял на камни. Из приятного это то, как с этой штукой можно работать. Существует глобально два механизма. Механизм первый, когда нам хочется рассказать, где эти волосы должны быть, это работает через так называемый weight paint или рисовку веса. То есть, если я на объекте где-то изменю вес, то есть в режиме weight paint, здесь стандартные кисточки, стандартная рисовка веса, я могу эти данные веса использовать внутри, собственно, волос, внутри системы частиц. Вот у меня здесь есть vertex groups и, например, плотность, density, и я выбираю первый шапон. И тогда, соответственно, вот эти волосы у меня растут там, где я вот сейчас только порисовал. Lens, это длина, можно длину поменять, точно так же здесь у нас есть включение дочерних объектов, чтобы было там побольше, поменьше, сколько хочется на здоровье, пожалуйста. И самое интересное, что когда мы работаем именно с частицами типа hair, у нас есть отдельный режим редактирования, который называется particle edit. и это как одни студенты обозвали типа что они сказали режим парикмахера, что это такое, как-то так обозвали, хотел быстро сказать и забыл совершенно. Соответственно, слева вот у нас теперь здесь есть набор инструментов. Здесь у нас есть инструменты такие типа как cut, то есть cut мы реально можем взять и отрезать, допустим, по длине где-то какую-то часть волос, что ты их, по-моему, слишком много сделал, что у меня теперь аж все с лету тормозит. Это же можно было дубликатами потом сделать. И сейчас мы это делаем. А, или да, поторопился, просто-напросто не сбросил предыдущие настройки. Так. Ти-ти-ти-ти. Просто их очень много. И сто тысяч на такую площадь. Так, Ся, ну-ка, давайте сейчас мы это дело просто-напросто быстренько пересоздадим. new, hair, density, вот они у нас здесь есть. Делаем здесь десять тысяч. О, как раз будет нормально. Так, и, собственно, particle edit. Соответственно, еще раз, то есть, cut с режимом подрезки, как бы, сиди, просто там обрезай, загоняй любую форму, которая тебе нужна, то есть, какие ты хочешь, такие и режь прям на лету. Дальше, соответственно, комп, это у нас типа причесывание или комбинирование, то есть, здесь можно их собирать в любые формы, да, как бы, сиди, играйся, причесывай в любые прически. Smooth, понятное дело, просто сглаживает их, потому что более-менее адекватными. Это позволяет, наоборот, нарастить где-то новых волос, то есть, там, где хочешь, там и натыкаешь. Lens меняет им длину, то есть, наоборот, наращивает, можно поменять Shrink и, соответственно, наоборот, уменьшать, то есть, укорачивать волоски. Puff, это вспушивание, как правильно, слушайте, забыл совершенно, как это, на русском-то языке Puff. Я, если честно, тоже немножко не понимаю. Ну, пышная прическа, да, вот, пышная прическа. То есть, Puff позволяет как бы их спушить. Ну, Cut, понятно, ну, и Weight, это в целом управление весом самого волоса, то есть, где он легче, где он тяжелее, для того, чтобы он потом, с точки зрения физики, опять же, себя правильно вел. Ну, и, соответственно, достаточно, опять же, объект анимировать, и у вас все это будет достаточно неплохо шевелиться, материалы для этого работают, все для этого работает, и, собственно, каждый волосок изначально уже является отдельным объектом, и ты можешь с ними достаточно неплохо взаимодействовать. Ну, вот, пожалуй, на данный момент это почти все. Остался последний шаг, с которым я хотел бы познакомить, и, собственно, объяснить, почему у меня все-таки, да, стоит пять версий Blender. Как я сказал в самом начале, Blender — это open-source проект. любой желающий может легко попасть в его исходный код и переписать его так, как ему хочется. И именно поэтому существует масса разных билдов Blender, которые просто созданы разными или энтузиастами, или ребятами, которые ведут разработку каких-то тех или иных фичей. И вот то, что я сейчас вам показал, это на самом-то деле капля в море из того, что умеет делать Blender, из того, что просто люди хотят в нем делать, и кто-то изготавливает это самостоятельно, кто-то просто находит идею, подтягивает каких-то других ребят, и они это делают вместе. Есть такой сайтец, тоже он, кстати, под патронатом, наверное, правильное будет слово, Blender Community, называется Graphics All, и, соответственно, на этом сайте у нас хранятся билды Blender. Здесь их много, все они принципиально разные, все они под разные операционки, в зависимости от того, опять же, с чем люди работают. Отлично, он у меня почему-то сейчас вообще не грузится, видимо, у меня уже, да, у меня уже полночь, значит, кто-то у меня где-то начал в соседних кабинетах отъедать интернеты. Я надеюсь, я у вас не лагаю, все нормально. Нет, у вас не лагаешь, все хорошо. Странно. Ну, в общем, с Graphics All можно скачать любые билды, и я вам буквально вот на вскидку покажу один из билдов, которым у меня любят баловаться ребята на курсе VFX. Это так называемый Blender Fracture Build. То есть, это штукенция, задуманная для создания очень упрощенного, создания любых разрушений, задымлений, таких изломов и прочей истории. И работает она достаточно просто. Давайте так, я этот кубичик здесь оставлю, добавим ему еще какое-нибудь препятствие такое, с которым он у нас будет сталкиваться. Допустим, сюда, например, какой-нибудь пленчик, и очень быстренько всем расскажем, кто кем должен быть. Так, этот объект у нас будет RigidBuddy статичный, этот RigidBuddy статичный, этот у нас, например, будет Fracture объектом. И, соответственно, если я сейчас это дело запущу, то у меня, понятное дело, объект просто развалится на кучу осколков. Но, конечно же, пока что это скучно, неинтересно, но мы точно так же теперь можем по всем этим осколкам, которые у нас создались. Теперь, например, нагенерировать мелких осколков. То есть, они теперь появятся только в той части, где у нас объект был уже разделен на новые составляющие. Соответственно, где у меня здесь display only rendered, теперь, если у меня эта штука будет разваливаться, то разваливаться, она теперь уже будет только там, где ударилась, только так, как ударилась, с учетом того, что она будет стараться выдерживать свои объемы и вести себя максимально реалистично. И сюда же нам ничто не мешает точно так же прикручивать дымы, частицы и все, что угодно, и тем самым генерировать максимально фотореалистичные элементы. И там у меня ребята из чатов уже начинают вспоминать, как нужно жить. в частности, я могу сейчас, наверное, найти парочку работ, которые вот буквально сегодня делались на домашках для того, чтобы вы тоже все это оценили. И, пожалуй, это и будет финал моего сегодняшнего разговора. Ну, кстати, вот давайте так вот на скидочку. Эй! это вот то, что сейчас у меня ребята там на VFX делают. Отлично. Есть оно у нас даже видео превьюшечки, смотрите. Такая вот. Уф! То есть, это вот как раз-таки Fracture Build. Вот просто вот давайте как бы главное научиться моделить, послушать, куда какие кнопки шмакать. и буквально вот там плюс-минус два месяца и ты уже начинаешь вот мочь что-то такое делать. А вот, например, на примере с домиком за какое количество времени уже обучившийся человек может сделать такую сценку? Ну, вот по опыту как раз-таки этого студента, который это делает. Курс по VFX, например, у нас длится два с половиной месяца, плюс у них есть месяц на диплом. То есть, соответственно, он сейчас как раз уже закончен диплом. То есть, ну, грубо говоря, вот четыре с половиной месяца где-то вот прошло и вот такое ребята делают. Но это опять же, это одна из работ. Имеется после обучения сколько вот у профессионала уже, который знает, как это делать, сколько вот на такую работу примерно времени займет. Просто интересно. А, в смысле в целом на проект, да? Ну, да, вот, например, вот человек, который уже знает, как делать, вот задача вот сделать такой взрывающийся домик. За какое количество времени в среднем он его может делать? Ну, тут самое сложное по времени. Это будет непосредственно смоделить сам домик. То есть, тут как бы скорость моделирования у всех разная. Но если мы будем исходить из того, что мы домик скачали, загрузили его в Blender, накинули Fracture, настроили, жмакнули кнопку Render, то, ну, я думаю, ну, и я бы вложился, наверное, в лучшем случае минут сорок. А так, ну, может быть, несколько часов. Я объясняю, к какому панчлайну я это подвожу просто. А вот это для тебя, милый зритель, который рисует взрывы в течение нескольких дней, недель или лет. Сорок минут. Ну, опять же, тут понятное дело, что эти сорок минут у меня, скорее всего, мои студенты в любом случае потратят на это, ну, может быть, в течение, ну, день-два, наверное. Ну, на начальных порах. Ну, понятное дело, что каждый день растут и развиваются, да, но, ну да, но это как минимум не несколько недель. Я больше про то, насколько технологии скакнули вперед и насколько уже человек может быть многополярным в работе. Да, да, да. И, опять же, я повторюсь, многие приходят учиться к 2D как таки с целью того, чтобы импрунуть свои скиллы в рисовании в 2D. То есть для того, чтобы делать заготовки, делать какие-то понятные элементы блокинга, как-то что-то там со светом поиграться, сделать вот бросочки, тут же их там сразу отрисовать и уже арты пилить. То есть это, в принципе, это нормальная механика. Понятное дело, что тебе так всегда проще, если ты можешь какую-то сцену хотя бы вот просто там из кубиков и шариков накидать в 3D-шечки, а если еще умеешь моделить, что, кстати, очень несложно, потому что на самом деле курс моделирования, он, наверное, чуть ли не один из самых коротких, потому что там нечего учить и нужно только показать, пару раз дать несколько подзатыльников, рассказать как надо и все, и дальше человек на самом-то деле как-то умеет модели, даже если этим не занимался. Так вот, если ты что-то подмоделил, то ты, понятное дело, всегда можешь очень быстро, очень легко менять ракурсы в своей работе и очень быстро переходить между ракурсами на свою локацию и, соответственно, ее усовершенствовать и двигаться вперед. Собственно, вот, вот, пожалуй, наверное, она как-то так. То есть, на данный момент, кстати, я в своем списке даже подошел уже к концу. В чем у нас там с вопросами? Смотри, у нас есть, так как стрим уже, скажем так, мягко идет к своему завершению, у нас есть серия наших самых, скажем так, популярных вопросов, которые мы задаем практически каждому спикеру, вот, и я думаю, что Алис, задашь или мне задать? Задавай. Окей, хорошо. Вы так хорошо общаетесь, я просто не хочу вам мешать, ребят. Хорошо. Окей. А мы слышим, как там мышка крикает. Да. Окей, хорошо, тогда смотри, вопрос такой, вот сейчас начнем с того, что очень много, многое изменилось за последние пять лет вообще в целом в индустрии. По твоему мнению, сейчас многие CG-специалисты, они уже вышли за рамки одной специализации, то есть сейчас редко где встретишь, кроме как на там маленьких мобилочках чисто художников, чисто моделеров, сейчас появилась вот такая общая профессия CG-шник, ну если грубо ее назвать. Ну, CG-дженералист. Ну, что-то вроде, да. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее, просто свое мнение и о том, какие тенденции ждут в будущем у нас. Ну, я на самом-то деле с тобой не соглашусь в том плане, что все на самом-то деле очень сильно зависит от компании и самое главное от уровня специалиста. И если мы говорим про какие-то небольшие компании, какие-то там небольшие города, какие-то некрупные проекты, то тут, да, тут дженералист решает. То есть, если ты человек, который в принципе умеет все, а еще желательно и сайт нарисовать, и его сверстать, и на хостинг залить, и может даже какую-то поддержку сделать, несмотря на то, что ты 3D-шник, то это вообще жив. То тебе еще как бы метл дать, и ты будешь подметать, и вообще будешь 8 ставок грести, и будешь в шоколаде. То есть, понятное дело, что для малого бизнеса генералисты куда более востребованы. Но если мы говорим про крупные компании, в которых есть хорошо поставленные точные пайплайны, то ты знаешь, я знаю много примеров, когда ребята ищут конкретно специалистов, которые умеют моделить и только моделить автомобили. Точка. Ничего другого. Причем синьер, то есть ты должен быть сверх-мега-супер-специалистом, который только автомобили моделит и моделит лучше, чем все остальные. Поэтому, ну, тут как бы смотря с какой стороны смотреть на рынок. И если смотреть на рынок действительно с точки входа вообще в мир CG, то, конечно же, лучше знать побольше или хотя бы понимать в том, как работает одно, второе, третье, пятое, десятое, для того, чтобы можно было комбинировать эти знания между собой и получать что-то новое. Потому что, на самом-то деле, конечно же, если ты умеешь только рисовать, ну, скорее всего, для того, чтобы быть действительно востребованным специалистом, ты должен рисовать намного лучше всех остальных. Сейчас, как бы, людей, кто занимается CG, очень много. А стать действительно очень хорошим специалистом, ну, это всегда вопрос времени. И вот для того, чтобы быть конкурентоспособным, тебе просто придется мочь больше, чем могут все остальные. И если ты художник, который разбирается в 3D-шке, у тебя явно есть уже качивочка, плюсик в портфолио, которым ты можешь похвастаться и наверняка обогнать своих потенциальных конкурентов и с большей вероятностью попасть на работу. И наоборот, если ты 3D-шник, который еще и умеет рисовать, ты можешь и текстурки порисовать, значит, ты явно тоже на начальных порах погибче, чем все остальные. Вот как-то так. Окей. Тогда еще один вопросик и наш финальный. В двух словах, как коротко в Блице, что бы ты мог пожелать всем начинающим ребятам, которые сейчас только начинают учиться, неважно, там рисовать, моделить, вообще делают первые шаги в индустрии. Да, рецепт очень простой и я всегда настаиваю только на нем, чтобы все студенты следовали именно этому правилу, что вот, например, если ты хочешь стать очень хорошим гитаристом, то как ты это делаешь? Ты берешь гитару и каждый день играешь. Если ты хочешь стать хорошим спортсменом, там, не знаю, бегать быстрее всех, то ты просто каждый день бегаешь. То почему, например, в моделировании или в рисунке это должно сработать по-другому? То есть многие иногда рассчитывают, что я сейчас посмотрю какой-то курс и все, и я все могу и все знаю. Два месяца прошло и я молодец. Нет, даже в рамках курса ты должен работать каждый день. Поэтому желаю всем, чтобы вы просто нашли себя в этом. Если вам это нравится, занимайтесь этим постоянно. Выделитесь, заведите календарик, ежедневник, наведите порядок в расписании и хотя бы там пару часов в день, чтобы все знали, что в это время тебя нет, ты занимаешься и каждый день что-нибудь делать. И вторая рекомендация просто всем везде рассказывайте, чем вы занимаетесь. Начали учиться 3D-шки, отлично. Все должны знать, что вы 3D-шите и вы должны вот точно так же там раз в два, в три дня постоянно делиться своими работами. Пусть даже они будут поначалу корявенькие, это нормально, вы учитесь. Но если вы этим будете заниматься регулярно, у вас в любом случае вырастет скилл. Соответственно, очень часто работа как раз таки прилетает через друзей друзей. Когда кому-то кто-то спрашивает, что нужен 3D-шник, оказывается, что меня там друг задолбал уже постами в социалке о том, что он 3D-шит. Давайте я вас сведу, сами общайтесь. И так очень часто как раз таки и опыт нарабатывается, и первые работы появляются, первые деньги появляются, заработанные в этой специальности, и скилл очень быстро растет. Поэтому работайте, работайте регулярно. Не обязательно очень много, просто регулярно. Будет. Work, work. Ладно. На самом деле огромное тебе спасибо. Мне кажется, замечательный был ответ. Тебя слушать можно бесконечно, и я надеюсь, что все сегодня, которые присоединились к нам на стрим, ребята получили такое же удовольствие, как и я. И я сегодня расслабилась, дала Лешу вести стрим, сидела, слушала и внимала. Поэтому огромное тебе спасибо. Но, тем не менее, последний наш вопрос, он такой всегда полушатовской, но, тем не менее, как ты думаешь, какой режиссер экранизировал бы твою жизнь? Если бы так. Ох, это прям ты на больной. На самом-то деле. Почему? Ну, как бы, я и режиссер, я боюсь кого-то обидеть. С многими знаком. Не могу сновидеться. Мы бы уже узнали. Давай так, из тех, с кем, например, было бы вот именно интересно поработать. Не поработать, это без твоего участия будет. Я понимаю, но, а, в смысле, вообще без моего участия. То есть просто, чтобы с нами... Ты можешь выбрать режиссера, который в теории бы экранизировал твою жизнь. Ого. Ну, просто, для примера, у меня сейчас ситуация вообще... А есть у меня тоже шуточный ответ. Давай. Сарик Андреасян. О, господи. Ама, да? Все, все, я, я. Такого никто я не могу. Панчлайн. Раунд. А то, прикинь, какая... Браво. Просто. Где-то в гробу перевернулся один ботковидио. вот, заодно я, кстати, сариком не работал никогда. Вообще, как-то, ну, не знаю, повезло, не повезло, ну, как-то, не работал. Вот, как раз и хейт занимается. Ну, теперь, я так понимаю, что мы узнали про твои планы на будущее заодно. В смысле, поработать сариком? Да, не собирался. Пока вот, что-то не, тоже не было в планах. И я тоже обожаю Женю, поэтому... Нет. Но, тем не менее, Паша, огромное тебе спасибо за такое чудесное... И вам спасибо за приглашение. Было очень интересно. Ребята, спасибо, что вы присоединились. Надеюсь, вам понравилось. Опять-таки, с вами были ваши постоянные ведущие Алексей Мельников, Алиса Хусанодина и наш прекрасный гость Павел Леведь. Всем спасибо, всем пока. Пока. Пока.